Всем доброе утро! Начинаем наш мастер-класс. Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно. Мы уже начали. Давайте проверим. Смотрите, я пока не вижу, что реагирует, что зал. Идет. Идет, да. А как вы это увидели? Так. Все, мы начинаем, да? То есть уже пошло. Я просто не вижу, в принципе. Счетчик, счетчик. Все, замечательно, начали. Хорошо. Друзья, приветствую всех. Приветствую абитуриентов, которые в этом году сдают ЕГЭ. Приветствую своих коллег, учителей и репетиторов. Всех поздравляю с началом весны. Мы начинаем мастер-класс, посвященный тому, как сдать ЕГЭ на максимальные баллы. Что сегодня будет на этом мастер-классе? Первое. Я расскажу, где теряется больше всего баллов и как их не потерять. Дальше. Задачи ловушки. Совершенно конкретные задачи, где можно в эту ловушку упасть, там остаться, если просто не знать, где она находится. Если вы знаете, вам намного проще. Дальше. Огромное количество баллов снимается за оформление задач. Поэтому я покажу, как решить и оформить задачи С2, то есть 16-ю, и С3, 17-ю. И такая премиум-часть нашего мастер-класса. Есть задачи в части С, то есть от 15-й по 21-ю, за которые дают много баллов. И при этом, чтобы к ним подготовиться и решить их на ЕГЭ, не нужно каких-то невероятных усилий. То есть я покажу, с чего начинать подготовку, на что обращать внимание, и как, самое главное, легко взять за них баллы. Это 19-я и 21-я задачи. И сегодня на этом мастер-классе я дам секретные ссылки. Мне очень многие написали, что хотели бы приобрести курсы «Получи пятерку», «Премиум», кто-то «Супер Гео», кто сдаёт Гео в девятом классе или готовит Гео, и что людей смущает цена. Так вот, сегодня будут секретные ссылки только для тех, кто учится у нас, кто на мастер-классе в рассылке, с очень такой привлекательной скидкой. Итак, начинаем. Самое первое. С чего мне хочется начать? Я посмотрела ответы на вопросы мини-теста, которые очень многие получили. Огромное спасибо всем, кто ответил, потому что то, что вы написали в ответах на эти семь простых вопросов, мне очень помогло готовиться к мастер-классу. И вот один из вопросов мини-теста, который я посылала, был такой. К каким задачам ЕГЭ вы не собираетесь готовиться? Примерно 30% участников, которые ответили, написали, что не собираются готовиться к задачам с первой по 14-ю. Ну, то есть то, что называется часть Б. Раньше называлась часть Б, сейчас это первая 14-я задача. И я подумала, возможно, об этом стоит поговорить. Возможно, это причина того явления, которое я наблюдаю каждый раз, когда у себя вот в компании мы проводим пробный ЕГЭ. Вот только вчера мы проводили пробный. Как это обычно выглядит? Ну, кто-то приходит совсем слабенький, приходят ребята сильные, которые говорят, я иду, например, в хороший технический вуз, в МАИ, в МГСУ, хорошие вузы, или экономические. Начинают решать. И вот в этих 14 задачах, например, 7 делают правильно, еще 7 с какими-то арифметическими ошибками. Это очень типичная картина, то есть минус 7 баллов. Иногда вот разные соотношения. Кто-то периодически не решает там 5 задач из 14, у кого-то вообще там 8 из 14. Это сразу потеря баллов. Причем люди теряют баллы в задаче Б1, которую вообще вот, ну, третий классник, наверное, может решить, да, в задаче Б2, где надо просто посмотреть на график. Мне сложно сказать, что происходит, почему это. Это легкие задачи. И ошибки, которые я вижу, вот, пожалуйста, проб на ЕГЭ, проверяю работу, я говорю, ты уверен, что 3 умножить на 2 будет 8? Ой, 6. И вот так постоянно, или там задачи, где нужно посчитать вероятность, вероятность получается равна 25. Точно такого не может быть. Итак, те, кто считают, что к первым 14 задачам готовиться не надо, у меня на этот счет совсем другое мнение. Потому что вот здесь, в этих 14 задачах, ваши 14 первичных баллов, которые просто пришел и взял. Я знаю, что арифметические ошибки – это такая прямо вот беда какая-то, да, вот. Знает человек, что 3 на 2 – это не 8. Знает, что вероятность не может быть больше единицы, и синус не может быть больше единицы, и все равно это пишет. И, вы знаете, всегда настолько обидно смотреть на хорошие, сильные работы вот с этими арифметическими ошибками. У меня такое при этом чувство возникает. Ну, у вас, наверное, тоже. И вот, чтобы это чувство у вас на экзамене не возникло, давайте вот я историю расскажу, да, на что это для меня похоже. Я когда-то в детстве, когда мне было лет 8, потеряла кошелек. В кошельке было 2 рубля. А для советского человека 2 рубля – это были большие деньги, на них много было, можно купить мороженого, там, всего-всего. Мне было жалко, я расстраивалась. А потом, через некоторое время, мы с отцом поехали к родственникам. А у родственников была добрая традиция играть в настойные игры, там, в карты, в лото на деньги. И сразу вот невинная настойная игра лото становилась очень азартной. И мне тоже, давай, да, с нами. Мне рассказали правила, мне было 8 лет. Я выиграла, я обыграла всех родственников. Я выиграла 5 с лишним рублей. И вот это одно из лучших просто воспоминаний детства. Вот это богатство, вот эта удача. Классно. И только одно омрачало мою радость, что если бы я перед этим 2 рубля не потеряла, то у меня бы уже 7 было. Понимаете? Мне очень хочется, чтобы тогда вы сдадите ЕГЭ, чтобы вашу радость от отличного решения задать части цели, что не омрачало. Поэтому первые 14 задач. Готовимся, тренируемся. Это тренировка, как в спортзале. Вот сейчас я ехала сюда на мастер-класс, я видела там какая-то, видимо, спортивная школа. Да, ребята тренируются, бегают задом наперед, ходят гусиным шагом. Они, конечно, не будут делать этого на соревнованиях. На тренировке это необходимо, как бы это глупо не выглядело. Как тренироваться? То есть по 14 задачам. Если вы претендуете на очень высокие баллы, то есть 90-100 баллов, первые 14 задач 20-25 минут. Если вы хотите 70-80, значит первые 14 задач где-то за 30 минут, не больше. Я постоянно наблюдаю на пробных, как ребята вот с этими первыми задачками, 14-ю, сидят и час, и полтора, время уходит, силы уже не рассчитали, а потом, а, ладно, брошу. И вот результат, да, 50 баллов вместо 80. Вопрос, а что делать с ошибками? То есть как вот повысить эту свою мотивацию для того, чтобы их не совершать? Но здесь, я думаю, что очень хорошо, если вы готовитесь к ЕГЭ какой-то небольшой компании, вы можете вместе просто собираться, заниматься этим. Если вы в школе готовитесь к ЕГЭ или на курсах, или в небольшой группе с репетитором, здесь можно много чего придумать. Вот один из способов тренировки, который мы со своей сильной группой отрабатывали, это нужно решить все 14 задач без ошибок. И условие я ставила такое. Ребята, вы готовы, кто сделает ошибку, сдаёт работу, получает столько, насколько написал до этого момента, идёт домой. Да, это жёстко. Человек приехал, сделал ошибку в задаче Б1, и ему надо уезжать обратно, вот он получил один балл. Ребята согласились. И результат, что начали реально всё это делать без ошибок. То есть это была общая договорённость, кто сделает ошибку, идёт домой. Можно сделать по-другому. Кто сделает ошибку, платит 100 рублей в кассу, потом в кафе вместе пойти. Можно сделать там, кто сделал ошибку, там три раза приседает. То есть любое условие, ну так, чтобы натренировать себя, эти 14 задач делать на отлично. Дальше. Как вот тренироваться, в смысле, где взять эти задачи, и где найти то, что, например, вы недопоняли, не рассказали в школе. Вот сейчас я всегда пишу список полезных сайтов и полезных источников. Значит, первое. Вот сейчас я попрошу ссылку на мою книгу, картинку книги. Все участники нашего мастер-класса, кто новенькие, только что зарегистрировались у нас, раньше нас не учились, получат после мастер-класса письмо со ссылкой на мою книгу ЕГЭ-2015 по математике Полный курс подготовки. Значит, в этой книге фактически решение всех первых 14 задач. Если вы у нас уже учитесь, уже получаете, например, письма нашей рассылки, книгу эту не получили. Да, я пишу книгу. Так, вот эту ссылочку можно будет, да? На книжку. А, есть уже, хорошо. Сейчас вы увидите ссылку, где можно подписаться и как книга выглядит. Значит, моя книга. Да, ЕГЭ-2015 по математике Полный курс подготовки. Там вот с первой по 14 задачи есть фактически все. Книга бесплатная. Кроме нее, в этом письме, который получаете после мастер-класса, будет видео, полный курс теории вероятности на ЕГЭ по математике и будет набор необходимых шпаргалок. Потому что огромное количество баллов теряется из-за того, что забыли формулу объема конуса, площади поверхности сферы, объема пирамиды, там площади параллограмма. Просто выучить. Хорошо. Книга. Следующая. Сами задачи. Я очень рекомендую сайт решуегэ.ру. Я сама им пользуюсь. Там замечательные подборки задач можно брать по темам, можно составлять себе варианты любой сложности и тренироваться столько, сколько надо. Более сложный это alexlarin.net И я не рекомендую официальный сайт FIPI, потому что на сайте FIPI все задания настолько перепутаны, что пользоваться ими мне, например, невозможно. Там просто все в перемешку. Там и B1, и C6. Без всякой логики я не знаю, как этим пользоваться. Есть проверенные, хорошие сайты, по которым уже тысячи абитуриентов до вас подготовились. Дальше. Я хотела бы рассказать о задачах-ловушках. Что это такое? Мы специально даем их у нас на пробных. И вот онлайн пробный в этом году мы еще проведем. Мы тоже вот увидим, да сколько народу в эти ловушки будет попадаться. 85% в них попадается. Что это такое? Вы не думайте, что это там C5, C6, какие-то вот мега сложные задачи. Нет. Ловушки, они фактически на ровном месте. В самых таких простых задачах. Вот давайте я вам несколько таких ловушек и покажу. Значит, первое. 85% тех, кто у нас пишет пробный ЕГЭ, в этой ловушке оказываются, вот я пишу, корень из 28 минус 3х равно минус х. Это вторая задача. Если можно вторую, может быть, я подумала, не все логарифмы еще прошли, а вот эту точно прошли, все я с нее начну. Итак, надо решить уравнение. И если уравнение имеет больше одного корня, в ответ записать больше из них. Давайте посмотрим. Справа в этом уравнение минус х. Слева арифметический квадратный корень, величина неотрицательная. То есть мы знаем, что корень из чего угодно больше либо равен нуля. А это значит, что минус х больше либо равен нуля. То есть х меньше либо равен нуля. Вот это называется область допустимых значений уравнения. Ну а дальше вы знаете, мы возводим обе части в квадрат. 28 минус 3х равно х квадрат. Решаем квадратное уравнение. х квадрат плюс 3х минус 28 равно нулю. Считаем дискриминант. Это 9 плюс 4 на 28 это 121. Находим корни минус 3 плюс минус 11 пополам. И смотрите, самое интересное. х1 получается минус 3 минус 11 пополам минус 7. х2 минус 3 плюс 11 это 8 пополам 4. Смотрите, в ответ запишите больший корень. где здесь ловушка? А когда начинают выбирать из этих корней, берут больше 4, пишут его в ответ. Посмотрите, пожалуйста, разве это корень? Ведь по условию х меньше либо равен нуля, поэтому 4 здесь посторонний корень. мы не можем его писать в ответ. Если мы 4 сюда будем подставлять, мы получим, что корень квадратный равен отрицательному числу. Так не бывает по определению квадратного корня. Значит, корень здесь 1, вот он, минус 7. Похожая задача я сейчас покажу. я очень надеюсь, что все, кто сдает в этом году ЕГЭ, уже знакомы с логарифмами. Я знаю, что в некоторых школах программа такая, что логарифм проходит поздно. Тогда опережайте, да, сами узнавайте, что это такое, потому что остается 3 месяца до ЕГЭ и уже нужно знать все темы. Так вот, это первая задача, поставьте, пожалуйста, логарифм по основанию х-5 от 49 равно 2. Ну, казалось бы, да, простейшая задача, только здесь х в основании логарифма, да, чуть-чуть посложнее. Что мы делаем? Мы пользуемся определением логарифма. Логарифм числа В по основанию А это такое число С, что А в степени С равно В. То есть, это показатель степени, в которую надо возвести число А, чтобы получить число В. Смотрите, показатель степени, в которую возвели А, чтобы получить В. При этом мы знаем, что логарифмы определены для положительных чисел В больше нуля, основания логарифма А больше нуля и не равно единице. Просто пользуемся определением основания х-5 в квадрат возвели, получили 49. Ну и при этом должно быть, что х-5 больше нуля и х-5 не равно единице. Значит, х-5 в квадрате равно 49. Значит, мы получаем, что х-5 я немножко быстрее, да, сейчас показываю, пропускаю там одно еще преобразование, сами можете его сделать. То есть 49 в левую часть раскрывается как разность квадратов. х-5 равно 7 или х-5 равно минус 7 при этом х смотрите, должен быть больше 5 и х-5 не равно единице, значит, х не равен 6. И тогда мы получаем, что х-1 это 12, а х-2 это сколько у нас там, минус 7 плюс 5 это минус 2. Что мы можем сказать? а то, что х должен быть больше 5, поэтому х равный минус 2 не подходит. То есть это уравнение имеет один корень. И вот смотрите, такое уравнение, а в условии задачи сказано, что если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите меньше из них. И большинство абитуриентов в ответ пишет минус 2. Это не корень. Минус 2 минус 5 отрицательное число основания логарифма не может быть отрицательным. Совершенно стандартная ловушка. Как в эту ловушку не попасть? Просто проверяем себя. А что я вижу? Я вижу логарифм. Да, логарифм определен для положительных чисел. Основание логарифма больше нуля и не равно единице. И вообще я рекомендую проверять себя, решая каждую задачу. Потому что, например, задача B1. Знаете, вот самые-самые простые там сырок стоит 3 рубля 50 копеек, сколько сырков можно купить на 40 рублей. Вот ерунда, да, третий класс. И знаете, сколько народу там ошибается? И как ошибается? Вот несколько примеров сейчас покажу, как люди ошибаются в задаче B1. Это просто здравый смысл. Там, например, есть задача, где рост Джона 5 футов и 85 дюймов, и сказано сколько в одном футе дюймов, и нужно сколько в одном футе метров, и сколько в дюйме метров, и выразить рост Джона в метрах. Наверное, по условию задачи Джон это человек. И когда получается ответ, что рост Джона 284 метра, стоит проверить этот ответ с точки зрения здравого смысла. Другая задача получают вот это не в Б1, это в Б13 задачи на движение скорость лодки 3500 километров в час. Если 3500 километров в час это не лодка, это боевой истребитель. Тоже значит есть задача, называют задачу с практическим содержанием, это посчитать какую-то стоимость заказа, какой-то самый дешевый тариф, это четвертая задача. И вот у нас был яркий пример, да, можно конечно, яркий пример у нас был, вот это четвертая задача, там содержание было такое, что Иван Иванович строит у себя на даче сарай, для этого он покупает два мешка цемента по такой-то стоимости, покупает 20 бетонных блоков по 200 рублей, в общем строит все это и посчитает сколько стоит его сарай. Так вот, у нас был ответ, что сарай Ивана Ивановича стоит 17 миллиардов 532 миллиона 285 тысяч рублей. Вопрос, что же он строил там у себя на даче? Здравый смысл, то есть получили ответ, да, обязательно проверяем. Я покажу еще менее очевидный случай, когда просто себе можно задать вопрос, а что это, что у меня получилось? Проверить и понять, что что-то здесь не то. Дальше, вот сейчас еще давайте несколько таких ловушек я хочу показать. Значит, первая ловушка, да, это алгебра, это когда в простых задачах части B какое-то там условие, что записать наибольший или наименьший корень из двух и пишут то, что не является корнем. Здесь мы помним об области допустимых значений, помним о том, что корень уравнения это то число, которое при подстановке в уравнение дает верное равенство. А если его нельзя подставить в уравнение, если он теряет при этом смысл, это никакой не корень. Очень много ловушек в задачах по стереометрии. И вот здесь тоже хочу сказать о здравом смысле. Геометрия, стереометрия, да, вот в геометрии, например, есть такие задачи. Там фигурка на клетчатой бумаге. Давайте сейчас нарисую такую стандартную задачу. Вы, конечно, знаете, как ее решать. Ну вот, например, совершенно стандартную я рисую. И надо посчитать площадь закрашенной части, а клеточка со стороной один сантиметр. Все знаем, как решать, конечно же. И проще всего, как тут считать. Мы считаем площадь всего этого квадратика до 25 и вычитаем площади трех треугольничков. Ну и получаем площадь. А здесь прямоугольный треугольник, у них отлично площадь считается. Так вот, когда в этой задаче получают ответ, который больше 25, например, что площадь вот этой небольшой фигурки 258, здесь точно что-то не так. Поэтому решается задача по диаметре то же самое проверяем с точки зрения здравого смысла. И я думаю, что по диаметре, когда попадается такая задача, решают все. А вот сейчас я покажу, как такой же принцип применяется в задачах по стереометрии. Значит, я сначала хочу показать одно из своих любимых наглядных пособий. Вот. Я думаю, что это даже более сложная конструкция, чем то, что бывает в задачах по стереометрии. Вот посмотрите, пожалуйста, у меня в руках треугольная призма, проведено одно сечение желтое, другое розовое, и там между ними образуется такое объемное тело, ведь тело между желтое и розовое. Так вот вопрос, как посчитать его объем? Какой части от объема призмы он равен? Подсказка вот. То есть постарайтесь здесь в объемной фигуре увидеть что-то похожее, чтобы было в плоской задаче. Вот я показываю со всех сторон, как что тут проведено. есть? Так, я вижу пока вот книгу у всех есть, как получить ее. Вот ссылочка на книгу «Пожалуйста». Работающая ссылка, да? Можно нажимать. Вот, пожалуйста, можете заходить и получить. И сегодня, я думаю, сегодня или завтра мы рассылаем письмо, где уже будет ссылка на эту книгу. Так вот, про объем тела, которое там в серединке. Скажите, пожалуйста, какой он? Какую часть от объема всей призмы он составляет? Долго-долго думаете. Хорошо, давайте смотреть. Как получили вот эту красивую штуку между желтой и розовой там внутри. Смотрим. А мне побольше, может быть, да? Нормально, хорошо. Смотрим, вот есть призма, вот эта розовая плоскость отрезает от призмы пирамиду. У пирамиды такое же основание, как у призмы, такая же высота, как у призмы. Значит, какую часть объема призмы составляет объем пирамиды, которая вот здесь, в этом углу. Давайте вспомним формулу, что объем призмы это с основания на высоту, а объем пирамиды это одна треть с основания на высоту. если здесь одинаковые основания, одинаковые высоты, значит, объем пирамиды в этом углу это одна треть объема призмы. Отлично, здесь одна треть. Так, посмотрим, что с этой стороны. То есть, что под желтой вот этой частью плоскости находится. Такая же пирамида, тоже одна треть объема призмы. вот отрезали одну, отрезали вторую, осталось как раз то, что там внутри между желтой и розовой плоскостями. Значит, один минус одна треть минус одна треть получаем одну треть, то есть, между желтой и розовой одна треть объема призмы. А вот теперь представьте себе, что мы бы этого не делали и решали эту задачу как-то по-другому, то есть, смотрели бы, что там за объемное тело, где у него основание, где высота, получилась бы сложная задача по стереометрии. Я сейчас покажу прямо настоящие задачи ЕГЭ, в которых это применяется. Вот мне шестую нужно будет сейчас и седьмую. Так, шестую можно будет. Хорошо, я пока читаю, пока она сейчас появится. Задача такая, объем параллепипеда ABCD1B1C1D1 равен 6. Найдите, это шестая, найдите объем треугольной пирамиды ABCB1. Я сейчас это нарисую. Хочу большую чертю, чтобы там все было хорошо видно. Так. так. есть параллепипед ABCD1B1C1D1. А мне надо, я сейчас другим цветом покажу, объем пирамиды ABCB1. Раз мы делаем, два, три, и соединяем с B1. Это внутри у меня. Так, это с A соединяем, видно, это здесь. Вот объем этой пирамиды. Ну, теперь мы уже знаем, как считать. Да, то есть, эта пирамида является частью параллепипеда. Мы видим, что у них одинаковые высоты, а вот основание пирамиды во сколько раз меньше, чем основание параллепипеда. Мы видим, что треугольник ABC, площадь треугольника ABC, это половина площади параллограммы ABCD. Значит, здесь будет S пополам, здесь будет высота такая же, то есть, объем пирамиды будет равен 1 треть на S пополам на H, то есть, будет равен 1 шестой объема параллепипеда. И если объем параллепипеда это 6, то объем ABCD1 в 6 раз меньше единица. Смотрите, какая простая задача. Где здесь ловушка? Не замечают, как связаны объем пирамиды объем параллепипеда. Пытаются считать какими-то другими способами. Например, вот эту плоскость берут за основание AB1C и получают задачу очень сложную. Еще сейчас одно покажу. это уже следующий уровень. Следующая седьмая. Так. Хорошо. Итак, следующая. Объем параллепипеда ABCD1B1C1D1 в 5,1. Найдите объем треугольной пирамиды AD1CB1. Ну, давайте сделаем. Я рисую параллепипед. Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Три. Так, мне нужен объем пирамиды АД1СВ1АД1СВ1. Давайте мы построим. Так, соединяем. Дальше, соединяем с Д, соединяем с С и соединяем с Б. О, какая интересная вещь у меня получилась. Вот задача, которую очень немногие решают. Посмотрите, треугольная пирамида, про которую нас спрашивают, находится внутри параллелепипеда. И все ее грани расположены под углом к граням параллелепипеда. И, конечно, мы можем, да, вот взять за основание АД1С, сложным способом находить высоту. Вы представите себе, что получится. А можем сделать проще. Давайте посмотрим, как эта красная пирамида там внутри может получиться из параллелепипеда. Что от параллелепипеда надо отрезать, чтобы получилась вот эта красная пирамида? Посмотрим. Мы, во-первых, убираем вот эту пирамиду справа внизу. Объем ее обозначу В1. Хорошо. Теперь я вижу, что вот пирамиду, которой основание В1, Д1, С1, и вот туда она вниз идет, да, вот это справа вверху, вот В2, ее тоже убираем. Так, еще что? Здесь я вижу пирамиду А, В, С, Д1, вот она. Так, ее мы тоже убираем, это В3. Посмотрим, все ли мы учли. Все ли у нас здесь есть один, другой, третий. По-моему, там еще что-то должно быть. Что-то мне так кажется. Так, я знаю, что еще. Посмотрите, пожалуйста, вот я взяла параллелепипед. Мне нужно из него вырезать эту красную пирамиду. Я отрезаю пирамиду справа внизу, раз. Дальше. Пирамиду вот эту вот справа вверху 2. Теперь вот здесь вот, слева внизу, вот она немножко сзади там будет, да, А, В, В1, С, третья. И еще какая? А еще та, которая вот передо мной, вот у меня вершина в точке А, это четвертая. То есть от параллелепипеда я отрезаю 4 одинаковых пирамидки. Вот здесь, как только вы это увидите, можно порисовать несколько картинок разными цветами. Поймете это. А чему равен объем каждой пирамиды? Давайте посмотрим. Вот, например, В1. Чему он равен? Он равен половине основания параллелепипеда, то есть половине на площади АВЦД, умножить на высоту параллелепипеда, ну и умножить на 1 треть, да, поскольку объем пирамиды – это 1 треть с основания на высоту. Получили? То есть В1 – это 1 шестая объема параллелепипеда, как в предыдущей задаче. В2 – то же самое, да, такая же пирамидка, только перевернутая, тоже 1 шестая объема параллелепипеда. В3 и В4 – каждый по 1 шестую объему параллелепипеда. И тогда объем вот этой пирамиды, сложно расположенный там внутри, будет равен В минус 4 шестых В, то есть это 2 шестых В, то есть 1 треть В, 5 целых 1 десятая. Мы делим на 3, получаем ответ 1,7. Задача ловушка – нужно знать, что делать, то есть как найти объем сложно расположенного тела, как разность объемов. Я очень много рассказываю о таких задачах в своем курсе «Стереометрия на ЕГЭ по математике». То есть, если вы видели, в банке заданий есть задачи, где объемное тело, из которого вырезана какая-то дырка. Как найти объем, и самое сложное – как найти площадь поверхности. Вот площадь поверхности здесь ловится очень многие. Комбинация какая-то объемных тел, что-то куда-то вписано, чем можно воспользоваться. Одно объемное тело является частью другого. Вот обо всем этом у меня видеокурс «Стереометрия на ЕГЭ по математике». Еще. Вот сейчас я расскажу еще об одной ловушке в задачах по «Стереометрии». Причем встречается она в каждом втором варианте ЕГЭ. Очень часто, очень много таких задач. Сначала я вам это покажу на модели. Итак, вот у меня есть красивая пирамида. А у нее, оп, и сверху, как крышечка, снимается такая маленькая пирамидка. Так вот, давайте мы для простоты будем считать, что у маленькой пирамидки все ребра в три раза меньше, чем у большой. Во сколько раз площадь поверхности маленькой пирамидки меньше, чем площадь поверхности большой? И во сколько раз объем маленькой пирамидки меньше объема большой? Итак, отношение длин ребер равно трем, ну то есть ребра большие в три раза больше, чем ребра маленькие. Давайте запишу это. Значит, пускай будет А это боковое ребро большой пирамиды. А, Б это боковое ребро маленькой. И пускай А на Б равно трем. Во сколько раз относится площадь поверхности большой к площади поверхности маленькой и объем большой к объему маленькой. Да, мы можем сейчас вспоминать формулы. Так, одну треть, совершенно верно, Вероника, нельзя представить в виде законченной дроби, потому что там будет 0,3333333, то есть тройка будет в периоде. Но вам это и не нужно. Здесь вопрос, во сколько раз площадь поверхности большой пирамиды больше площади поверхности маленькой и объем большой больше объема маленькой. Во сколько? В задании, вы знаете, в задании будут спрашивать так, чтобы у вас в ответе было либо целое число, либо конечная десятичная дробь. То есть в ответе, в первых 14 дачах, не может быть одной трети, не может быть икса, то есть должно быть число, не может быть корня из двух, не может быть пи или е, либо конечное какое-то число, либо конечная десятичная дробь. Причем запятую в этой десятичной дроби пишем в отдельной клеточке. Так вот, во сколько же раз относятся площадь поверхности, во сколько раз объемы? Есть, хорошо, есть, есть, рациональное. В ответе не может получаться коэффициент подобия. Так вот, коэффициент подобия – это отношение А на Б. Давайте его обозначим К. И я уже увидела ответ, что отношение площадей подобных фигур равно квадрату коэффициента подобия, а отношение объемов подобных тел равно кубу коэффициента подобия. И если коэффициент подобия – это 3, тогда площадь поверхности большой пирамиды относится к площади поверхности маленькой пирамиды, как К в квадрате, 3 в квадрате, то есть как 9 к 1. Здесь мы получаем 9, а отношение объемов 27. И что бы у вас ни было, какие бы ни были объемные тела, например, радиус одного шара в два раза больше радиусу другого, во сколько раз отличаются их объемы в 2, в 3, то есть 8. Есть задача про октаэдр. Вот у себя в курсе стереометрии ее рассматриваю. На сайте моем ЕГЭСтаде она тоже есть. Потому что красивая задачка. Там показан этот октаэдр, то есть восьмигранник. И задача такая, что все ребра октаэдра увеличили в 3 раза, во сколько раз увеличился его объем. В 3 в кубе, то есть 27 раз. Итак, запоминаем, что отношение площадей подобных фигур – это квадрат коэффициента подобия. Отношение объемов подобных тел – это куб коэффициента подобия. И давайте посмотрим, вот у меня есть как раз такие задачки. Вот, про октаэдр я уже сказала. И вот у меня есть задачка. Это четвертая. Объем одного шара в 27 раз больше объема второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго. Итак, объем первого делить на объем второго – это 27. Кстати, проверьте себя прямо сейчас. Помните ли вы формулу объема шара и площади поверхности сферы? Если не помните, значит, в письме у вас будет набор шпаргалок. Если вдруг кто-то не получил, напишите «Пришлем». Мы сейчас сделаем их еще отдельным архивом для большего удобства. На сайте «Егостадия» у меня есть просто подборка шпаргалок. Диаметрия, стереометрия, тригонометрия. Даже такие сложные вещи, как преобразование графиков функции. То есть очень-очень много таких основных вещей по всем темам. Отношение объемов 27. Объем шара. Вспоминаем, что это 4 трети пи р в кубе. Площадь сферы – это 4 пи р в квадрате. Можно, конечно, подставлять все это в формулы. Там 4 трети и пи сократится. Можно просто сразу вспомнить, что отношение объемов подобных тел это в к в кубе. Отсюда мы получаем, что к – это отношение радиуса r1 к r2. Это 3. 3 в кубе 27. И отношение s1 к s2 – это будет к квадрату, то есть 9. Все. Смотрите, как быстро эти задачи решаются. Где здесь ловушка? Ну, либо просто пишут, что во столько же раз, что все одинаково, конечно, будет ошибка. Либо начинают долго все это подставлять в формулу, считать, там забыли сократить. И просто теряют на этом время, иногда теряют баллы. И теперь еще несколько таких интересных задач хочу рассказать. Вот сейчас я расскажу про самую традиционную ловушку в вариантах ЕГЭ. Ее придумали еще, когда ЕГЭ появился в этом формате, как сейчас. Та, 2009 год. До этого была часть А с выбором ответа, была часть Б, и еще была С, более сложная, чем сейчас. То есть 9, 10, 11, сколько лет уже, и люди все равно в эту ловушку попадаются. А связана она с понятиями функции производной. Итак, на рисунке изображен график производной функции f от х, определенной на интервале от минус 9 до 8. В какой точке отрезка от минус 8 до минус 4 функция f от х принимает наименьшее значение? Почти в каждом варианте ЕГЭ задача на производную вот такого типа. Это восьмая задача. Иногда там встречаются задачи, которые просто на определение производной, как тангенс угла наклона касательной. А мы помним, что производная функции в точке х0 равна угловому коэффициенту касательной, проведенной в этой точке, равна тангенс угла наклона касательной. Кто вдруг не помнит, пожалуйста, ко мне на сайт заходите. Там есть раздел «Бесплатные материалы». И там у меня есть лекция. Просто находится там математика, производная. Лекция на тему «Производная». Ну, либо просто на Ютьюбе «Производная». Можете просто на Ютьюбе ее найти. Так вот. Вот эта задача. Даже если человек знает, что такое производная, знает эту формулу, может вообще там дать определение производной через предел, там, превращение функций к превращению аргумента, все равно ошибается. Потому что мне очень внимательно читают условия. Давайте прочитаем. На рисунке изображен график производной функции FATX. Определенные интервали от минус 9 до 8. В какой точке отрезка от минус 8 до минус 4 функция принимает наименьшее значение? Итак, здесь, на этом рисунке, нарисована производная. Это ее график. А спрашивают нас про функцию. И функция здесь не нарисована. Понимаете, когда здесь есть производная? Но дело в том, что производная дает информацию о поведении функции. Зная, как себя ведет производная, мы что-то можем сказать о функции, причем очень много. Итак, у нас интервал от минус 9 до 8. Вот она функция от минус 9 до 8. В какой точке отрезка от минус 8 до минус 4 функция принимает наименьшее значение? Где ловушка? Ловушка, когда человек либо не прочитал, либо не знает особенно, что искать, или не понял, он решил, что они там одно и то же функция производная. Так, наименьшее значение, что тут вот эта точка самая низкая, и ее пишут в ответ. Нет. Это не она. То есть не в этой точке будет наименьшее значение у функции. Давайте посмотрим. Итак, в какой точке отрезка от минус 8 до минус 4 функция принимает наименьшее значение? Кстати, может быть, именно здесь и совпадет. Мы сейчас проверим, что должно быть на самом деле. На отрезке от минус 8 до минус 4 смотрим, какая будет производная. Так, минус 4, минус 8. Я могу просто у себя отметить этот отрезок. Какая здесь производная? Нарисована производная? На этом отрезке она отрицательна. Значит, f' от x меньше нуля. Если производная меньше нуля, то что будет с функцией? Значит, на этом отрезке функция убывает. То есть график ее на этом отрезке идет вниз. В какой точке будет наименьшее значение? Вот если здесь точка минус 8, здесь минус 4, функция убывает наименьшее значение в точке минус 4. И вот тут задачу я выбрала такую, но случайно на самом деле выбрала, что если бы вы просто сказали ту точку, где самое маленькое значение производной, вы бы угадали, а решение было бы неправильное. Потому что если я сейчас по-другому поставлю вопрос, в какой точке отрезка от минус 8 до минус 4 функция принимает наибольшее значение? Как вы думаете? Функция убывает на отрезке от минус 8 до минус 4, где будет наибольшее значение? Вот, в точке минус 8. То есть здесь нарисована производная. А нам нужно восстановить такой эскиз графика функции. Значит, f наименьшее от х, это f от минус 4, f наибольшее от х, это f от минус 8. Мы смотрим на то, как ведет себя функция, и тогда уже выбираем ответ. Минус 8, минус 8. Хорошо. И вот теперь 14-я задача. Это тоже задача на производную. И кому-то она кажется даже проще, чем предыдущая, потому что в ней мы будем применять таблицу производных. А таблиц производных, как правило, учащиеся знают хорошо. То есть выучили, ну и все в порядке. Кстати, иногда еще вот в этой задаче номер 8 встречаются первообразные. Их очень мало в ЕГЭ, но они там есть. Поэтому вот у меня есть видеокурс алгебра на ЕГЭ по математике. Это из комплекта «Получи пятерку». И там есть и про производную, и про первообразную. Там вот это все есть. Дальше. 14-я задача. И вот это уже серьезная ловушка. Потому что то, что школьники знают про производную, они пытаются здесь применить, и ничего не получается. Или ответ получается такой, что его никак не запишешь в леточке. Вот это девятая задача. Мы сейчас девятую на доску, и я ее пишу. Найдите наибольшее значение функции у равно 10 синус х минус 36 делить на π х плюс 8 на отрезке от минус 5π на 6 до нуля. Найти надо наибольшее значение этой функции. Но я думаю, что все знают, что делать в такой задаче. Первое. Надо брать производную. Берем производную. 10 синус х. Здесь постоянный множитель. От синус производная косинус. Минус 36 делить на π. От х производная единица. От 8 производная 0. Есть. Дальше тоже все знают, что этот шаг надо делать. Делают приравненную производную к нулю. Для чего? А для того, чтобы найти возможные точки максимума или минимума функции. Потому что наибольшее значение функции на отрезке может достигаться либо в точке максимума, либо на одном из концов отрезка. Может быть, даже на обык. Либо на концах отрезка, так скажем. Значит, приравним производную к нулю. 10 косинус х минус 36 делить на π равно 0. Косинус х равен 36 делить на 10π. Так. Что с этим делать? Давайте посмотрим. π это примерно 3,14. Если мы умножим на 10, то получится число, которое меньше, чем 36. Если мы 36 на это число будем делить, то у нас будет результат больше единицы. А косинус не может быть больше единицы. И вот в этот момент многие сдаются. Они говорят, все, косинус больше единицы. Решения нет. Задачу решить невозможно. Они ее оставляют. И вот, пожалуйста, потеряли балл. Что на самом деле здесь нужно сделать? Смотрим. 10 косинус х минус 36 делить на π. Я могу сказать, что 36 делить на π точно больше 10. Согласны? Потому что π это примерно 3,14. Даже 36 мы делим на 31,4 точно больше 10. Итак. Из меньшего мы вычитаем больше. Ведь косинус х меньше либо равен 10. Ой, косинус х меньше либо равен единице. И тогда 10 косинус х меньше либо равно 10. Из меньшего вычитаем больше. Какой тогда мы получим результат? Отрицательный. То есть мы получаем, что производная функции меньше нуля. На всем этом отрезке. Производная меньше нуля. Значит, что делает эта функция? Если на отрезке у нее производная отрицательная, значит, функция на этом отрезке... Я очень условно рисую. Да, она, наверное, не так себя ведет. Я просто показала, что функция на этом отрезке убывает. И тогда в какой же точке будет достигаться ее наибольшее значение? Вот оно. В крайней левой точке промежутка. И это означает, что f наибольшее от х. Это f, значение функции, в крайней левой точке. В минус 5π на 6. Подставляем. f от минус 5π на 6. Да, нам нужно подставить. Получается 10 на синус минус 5π на 6. Давайте вспоминать. Синус 5π на 6 это 1 вторая. А синус минус 5π на 6 это минус 1 вторая. Значит, минус 10 вторых я напишу. Дальше. Минус 36 делить на π и на х. То есть на 5π на 6 умножаем. π на 6. И еще плюс 8. Я получаю минус 5. Так, здесь у меня, о, как хорошо. У меня сокращается π. 36 делим на 6. Это получается 6 на 5. Это 30 плюс 30. Плюс 8. Минус 5 плюс 8. Это 3 плюс 30. Ответ получается. 33. Посчитали. Такой же там, да? Проверьте, пожалуйста. Так, а что у вас? 33. Хорошо. Еще задача ловушка с производной. Это 14 задача. Ну, здесь вот следующая задача. Еще более крутая ловушка. Итак, найдите, это 10-я. Наибольшее значение функции у равно 28 тангенс х минус 28х плюс 7π минус 8 на отрезке от минус π на 4 до π на 4. Вот я думаю, что это самое сложное, что бывает в задаче 14. Потому что все попадаются. Так, что меньше нуля? Значит, Настя, почему меньше нуля? Мы просто оценили. Так, Наталья, сейчас отвечу. Значит, насчет того, почему производной меньше нуля. Сейчас я даже покажу этот момент. Еще раз он важный. Мы постарались найти, где производная равна нулю. То есть написали уравнение, производная равна нулю. Попробовали его решить, получили косинус х от 36 делить на 10π. π примерно 3,14. Ага, косинус больше единицы. Нет решений. Если нет решений, значит, производная нигде здесь не равна нулю. Нигде вот ни в одной точке этого промежутка она нулю не равна. Значит, она либо больше нуля, либо меньше. Можно, даже не две, можно любую точку с этого промежутка взять, 0, например, подставить и узнать, что да, она меньше нуля. То есть получается 10 минус 36 делить на π меньше нуля. Можно оценить, что 10 косинус х – это меньше 10, 36 делить на π – это больше 10. 10 косинус х меньше либо равно 10, вернее. Да. И 36 делить на π больше 10 мы из меньшего вычитаем больше, получаем отрицательное число. Вот сейчас я вижу еще один ответ. Вот. Ага, уже ушел. Он был чуть-чуть раньше, да, я, наверное, его не увижу. В общем, там был такой ответ, что нужно просто подставить значение на концах. Вот, 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 вот. Посчитайте на обоих концах интервала и выберите максимальное. Наталья, иногда работает, иногда нет. Потому что, если у вас функция вот такая, сейчас где-то с ним. Если функция у вас возрастающая, пожалуйста, посчитали на концах и выбрали. А если функция у вас вот такая, то наибольшее значение будет достигаться не в концах интервала, а в точке максимума. Вот поэтому мы и считаем производную. Так вот, наша задача найти наибольшее значение такой функции на отрезке от минус π на 4 до π на 4. Давай читать. Берем производную. Производная тангенса. Я надеюсь, что все помнят. Это единица на косинус квадрат х минус 28. Производная от 7π. Вот здесь тоже многие как-то теряются, да. А что это такое? π это число, 7π это число. Производная от константы равна нулю. Вот она производная. Приравним производную к нулю. Получаем, что косинус квадрат х равен единице. Ага, а у нас отрезок от минус π на 4 до π на 4. В какой точке этого отрезка косинус равен либо минус 1, либо 1? Ну, можно сказать, что мы решаем тригонетрическое уравнение. Когда мы получаем, что косинус х равно 1. Или косинус х равен минус 1. Х отрезка минус π на 4 до π на 4. Можно даже тригонетрический круг нарисовать, как мы это делаем в задаче C1. Вот он отрезок от минус π на 4 до π на 4. Ну и вот единственная точка, где косинус равен единице. Это х равный нулю. Прекрасно. Смотрите, мы нашли точку, где производная равна нулю. Эта точка х равна нулю. Вот в этот момент очень многие радуются, берут этот х равный нулю, подставляют туда и потом стараются записать в клеточке то, что получилось. Потому что если я 0 сюда подставлю, получается, так, здесь 0, здесь 0. 7 π на 8. А 7 π на 8 вы никак в ответ не запишете. То есть записать можно, но он никак не будет оценен. Это 0 баллов. Так вот, в чём же дело? Мы абсолютно правильно посчитали производную. Мы нашли точку х равно нулю, в которой производная равна нулю. Подставить мы не можем. Что вот вы думаете по этому поводу? Что да, точку нашли, всё сделали стандартно. Что это такое? Почему там производная равна нулю? У нас ничего не получается. А давайте, кстати, проверим, какая вообще производная должна быть. Посмотрите, пожалуйста, 28 на косинус квадрат х минус 28. То есть если х равно нулю, то производная функции равна нулю. Я сейчас вот немножко другое. Другим способом сделаю, не так, как в предыдущей задаче. Я поставлю минус пи на 4, пи на 4. Если х равно пи на 4, то производная, давайте подставим пи на 4. Так, косинус пи на 4, это корень из 2 на 2. Косинус квадрат пи на 4, это 1 вторая, да, 28. Делим на 1 вторую, минус 28, больше нуля. То есть, если х равно пи на 4, производная положительная. Я просто пи на 4 подставила. Если х равен минус пи на 4, а я точно знаю, что получится то же самое, потому что косинус у пи на 4 минус пи на 4 вообще одинаковые. Будет такое же значение. Значит, смотрите, что мы получили. Что? В точке 0 производная равно нулю. здесь она положительна, и здесь она положительна. То есть, знак производной в точке 0 не меняется. И ни точкой максимума, ни точкой минимума эта точка не будет, хотя производная там и равна нулю. То есть, до нее производная положительна, значит, функция возрастает. Это вот производную я пишу, а здесь функция. Здесь производная положительна, функция тоже возрастает. До точки 0 функция возрастала, после нее возрастает. Такая точка называется точкой перегиба. Вот сейчас я нарисую картинку. Я не прямо график этой функции буду рисовать, да, как-то схематично. Нарисую график функцию, которая есть, точка перегиба. Ну, как-то вот так нарисуем. Так. Вот. Точка перегиба. Функция возрастала до этой точки? Да. После нее возрастает? Да. Если я здесь проведу касательную, касательная пойдет горизонтально. Тангенс угла наклона касательной 0. Производная в этой точке равна нулю. Ну, я напишу, что 0 равно нулю. Не максимум, не минимум, здесь нету точка перегиба. То есть в нашем случае мы тоже получили точку перегиба. И наша функция у равно 28 тангенс х минус 28х плюс 7π минус 8 при х от минус π на 4 до π на 4 возрастает. она возрастает. А нам нужно ее наибольшее значение. Функция возрастает. В какой точке на данном промежутке будет наибольшее значение? А где она больше всего возрастет, то есть в правом конце промежутка? Значит, у наибольшее от х это у от π на 4. Берем π на 4, подставляем сюда. Что мы получаем? Так, 28 на тангенс π на 4. Тангенс π на 4 единица 28 минус 28π на 4 плюс 7π минус 8. А 28 на 4 это 7 сокращается. 28 минус 8, да, как мне уже подсказали 20. Вот сейчас я рассказала о задачах-ловушках в первых 14. Какой вывод я хочу сделать вот из этой части мастер-класса? Первое, что 14 задачи это ваши баллы. Это вот ваш золотой фонд. Разбрасывать их не надо, потому что то, что я вижу на пробном, мне кажется, знаете, что просто приходят люди и вот эти баллы свои разбрасывают, разбрасывают, нам не надо, не надо. Почему? И там очень легко получить. Проверяем все. Задача B1. Проверяем, чтобы у вас скорость ледки не была больше скорости истребителя, чтобы сарайчик Ивана Ивановича, построенный на даче, не стоил бы 17 миллиардов. И там еще была задача, где вот, да, вот мы тоже всегда очень смеемся, задача про лекарства есть. Такая там, значит, одна таблетка лекарства содержит там какое-то количество миллиграмм активного вещества, а ребенку прописали лекарство, ему нужно вот столько-то там миллиграмм активного вещества за 10 дней, в общем, посчитать, сколько таблеток он должен съесть. И когда получают ответ, что ребенок должен съесть за 10 дней 22 тысячи таблеток, ну вы просто представьте, да, как такое возможно, либо он не выживет, либо он станет наркоманом. Проверяем, пожалуйста, с точки зрения здравого смысла, обращаюсь ко всем, вот это способ уже сразу на несколько баллов продвинуться, улучшить свой результат на ЕГЭ. Дальше, задача ловушки. Большинство ловушек, это либо область допустимых значений, то, что я показала, либо геометрия и стереометрия, когда мы ищем часть фигуры или часть объемного тела. Еще там есть такие, когда, как связаны площади подобных фигур, объемы подобных тел. традиционная ловушка в задаче про производную, я уже показывала, где нарисован график производной, а спрашивают про функцию. А иногда бывает ловушка еще следующего уровня, да, следующий левел, то есть там нарисованы функции, спрашивают про функцию, а все уже там настроены на то, что надо искать что-то другое. То есть просто внимательные условия читаем. И вот здесь то, что я показала в задаче 14. И вот сейчас интересный момент. Мы сможем сейчас ссылки дать, да? Еще раз о том, где что брать для подготовки. Вот сейчас мы даем секретные ссылки на мои видеокурсы. Снаружи ни на сайте «Эгостадия» ни на других сайтах, я надеюсь, вы их не увидите. То есть это ссылки для тех, кто участвует вот у нас сейчас. И их получат те, кто у нас подписался на рассылку, то есть кто уже учится у нас либо на курсах, либо на мастер-классе, да, либо покупали у нас видеокурс, так или иначе уже у нас учатся. Итак, мой видеокурс получи пятерку. это пять дисков, а каждый это два-три часа. То есть там текстовые задачи, работа, проценты, движения по окружности, смеси, сплавы, плюс теория вероятности, геометрия, вся геометрия первых 14 задач. Значит, это еще и база для С2 и С4, то есть 16-18 стереометрия. Очень много того, о чем я сейчас рассказывала. Тригонометрия. Кто как-то сомневается, пожалуйста, у меня вот на сайте EGSTAD есть по тригонометрии прямо лекция, бесплатно можно посмотреть, формула приведения. То есть, как я рассказываю, алгебра. Алгебра там все, корни, степени, показательная логарифмическая функция, все возможные ввиду уравнений, производные и первообразные. Значит, это 5 дисков, ну, или, соответственно, 5 электронных версий. Диски, это стоит 3 500 с доставкой по почте. Значит, электронные версии, там было сейчас 2 500, сейчас у вас есть возможность все 5 за 1750. А есть ссылочка, да? Так, есть, прекрасно. А картинка там тоже есть, да? Отлично. Значит, секретная ссылка действует 3 дня. Поэтому, если желание есть, пожалуйста, долго не тянем. Если передадите друзьям, пожалуйста. Ну, самое главное, что к концу недели там уже ничего не будет. Дальше, мы сейчас продолжим. Дальше я расскажу про оформление задач в С части. То есть, оформление стереометрической задачи С2. Я видела, были заявки на построение сечений. Сделаем задачу на сечение. И оформление логарифмического неравенства в С3. Вот почему-то у меня даже сильные ученики приходят на пробные или пишут вступительное задание ко мне на курс М100. Это курс из трех интенсивов по С4, С5, С6 по сложным задачам. Почему-то в С3 очень хаотичное оформление. Ну, то есть, непонятно, что из чего следует, да, что как связано. А если эксперт злобный, он обязательно к этому придерется. Поэтому оформление я сейчас покажу. И сегодня покажу вам задачу 19. Я думаю, что многие заинтересованы в том, как она решается. и задачу 21, где совершенно неожиданно можно взять баллы. Потому что очень много у меня было ответов вот на тот тест, который я посылала, что ни за что не будут готовиться к задаче 19, ни за что не будут готовиться к задаче 21. Почему? Там можно взять баллы, особенно в 21-й задаче, в С6. 1 или 2 балла можно взять без особых усилий. Но единственное, конечно, не стоит начинать с этих задач. То есть если вы пришли на ЕГЭ, вы на экзамене, представьте, это волнительная обстановка, вы сразу начинаете с задачи С6, которая там последняя. Ну, на нее может уйти все время. Сначала вот первые 14 задач, 30, максимум 40 минут. Дальше задачи части С. По части С, то есть с 15-й по 21-й задачи, мы сейчас вторую ссылочку покажем, хорошо? Значит, с 15-й по 21-й у меня вот есть видеокурс премиум, здесь у меня 6 дисков, в этом году добавился там еще один курс по 19-й задаче. Так вот сейчас вторая секретная ссылка, это на премиум, до 19-й обязательно, конечно, да, задачи поражать, но хорошо, пожалуйста, пожалуйста. Итак, премиум, сейчас там не 6, там все 7 курсов, я пишу 7 дисков, да, это все электронные версии, то есть с 15-й по 21-й включительно, включая задачу 19-й и вот сейчас по секретной ссылке это не 6 300, а 3 сколько там 980, по-моему, то же самое ссылка действует 3 дня. И третья ссылка сейчас вот будет на курс Супер Диа. Я Мана почему-то говорила о курсе Супер Диа, мы выпустили его перед Новым Годом. Что это такое? Значит, курс Супер Диа это не только для 9-ти классников, для их родителей и для учителей. Если у вас какие-то проблемы там, например, там дроби, да, десятичную дробь перевести в обыкновенную проблема или обыкновенную в десятичную, а иногда это надо сделать. Или просто там перемножаете дроби, как-то не то получается, а уже учитель неловко спрашивает, когда там про интегралы рассказывают. Вот, пожалуйста, здесь есть Диа-алгебра, Диа-соответственно, диаметрия и Диа-для отличников. Тоже на три дня у нас ссылка будет минимальная стоимость 1305 рублей за все три диска. Вот здесь у нас получилось так, что у нас просто не хватало уже места на диске, курсы объемные, то есть каждый там порядка 4-5 часов. Премиум там тоже 4-5 часов. То есть там очень много материала, и у нас уже была проблема, как же все это уместить в файл, который записывается на DVD или упаковывается в электронную версию. Вся фактически математика 5-9 класс. Это курс Супер-Ге. Вот особенно хорошо тем, кто сам объясняет своим детям математику. А там дроби мы показываем, например, и пиццы, пропорции пельменей делим, в общем, с картинками очень старались сделать это понятно. И сейчас вторая часть нашего мастер-класса я буду рассказывать про задачи 15-21. Я сразу скажу, что я не успею рассказать про все 7. в мае поближе к ЕГЭ у меня будет большой мастер-класс 8-часовой по-моему 16-17 мая. Мы еще не открыли регистрацию, как только откроем и сразу писем вам разошлем. И вот там 8 часов самая сложная задача ЕГЭ. Поэтому на 16-17 мая пожалуйста уже сейчас можно присылать свои вопросы, сложные задачи, темы, которые вам хочется услышать. Чем больше вы пришлете, во-первых, и тем больше вы мне поможете, и тем больше узнаете сами. Сегодня все вопросы, которые у вас есть, пожалуйста, тоже пишите. Я постараюсь все это вам рассказать. Будут ли действия актуальны в следующем году? Вот смотрите, вот совершенно правильно. 11-й, 15-й год. Очень мало менялись задания с 1-го по 14-е. Каждый год они переставляют номера. И каждый год я просто выходя на сайт, видя, что все, там надо менять, я ругаюсь, это представьте, сколько на сайте работы. Я представляю, сколько у Дмитрия Гущина работа на сайте решу. ЕГЭ, потому что у него там еще больше коллекции подборки задач. Не знаю, зачем их каждый год меняют номерами. Немножко меняется С-часть. То есть в этом году в задаче С-3, которая сейчас 17-я, не система, а одно неравенство. Но смысл-то остается, там одно неравенство плюс область допустимых значений, вот у меня система. В задаче С-4, которая 18-я, сейчас не два случая, которые были до сих пор, а доказательства и решения. Если кому-то вот сейчас срочно нужно по С-4 в новом формате, да, вот у меня проходил мастер-класс по С-4, здесь вот на этом мини-сайте можно заказать видеозаписи всех прошедших мастер-классов. То есть там на мастер-классе он был где-то там конец января начало февраля я как раз рассказывала о С-4 в новом формате. Что еще меняется? Немножко меняется 15-я задача С-1, то есть там раньше была только тригонометрия сейчас комбинированные задачи там и тригонометрия показательные и все-все-все. И добавилась 19-я задача с экономическим содержанием. А так каких-то глобальных изменений я пока не видела. конечно ввели еще ЕГЭ базовый уровень. Здесь отдельная тема. Я думаю что сложнее всего учителям которые работают с небольшим классом и одни хотят сдавать профиль на другие базовый. Если вы готовитесь хорошо по первым 14 задачам базовую вы тоже легко сдадите. Потренируетесь и сдадите. Вопрос об актуальности. Ссылка на премию я вижу. Будут ли задачи актуальны в следующем году? Я когда писала видеокурс и получи пятерку и премиум и когда с Даной Александровной новичковой и нашим преподавателем писали супер гиа мы рассчитывали на то что каждый год что-то будет меняться. Поэтому мы не особенно привязывались к номерам задач номер может поменяться. Мы каждую тему рассказывали с самого начала и в том порядке в каком нужно. Потому что невозможно начать изучать математику сразу с интегралов. Надо с простого там все это строится как система от более простого к более сложному одно связано с другим. И вот в своих видеокурсах я как раз строила такую систему взаимосвязей. А где это еще применяется? А где мы это еще видели? Чтобы уже в голове выстраивалась такая система ассоциаций, которой вы пользуетесь. Дальше. Если оплатить электронную версию, на почту вам приходит ссылка видео большое, то есть там может быть от 1-2 может быть даже гигабайта. Некоторым у нас удается сжать поменьше гигабайта. Вот что-то большое там полтора гигабайта может быть. То есть приходит ссылка вы скачиваете посылаем ссылку на программу для скачивания бесплатную. Если вы устанавливаете все качается нормально даже при медленном интернете. Так что приходят ссылки. Значит да будет актуально в следующем году. Стоимость мастер-класса у нас стандартного сейчас 1250 плюс там еще будут некие особые условия мы об этом напишем. Там для постоянных участников мы сделаем почти бесплатным. Дальше. Если оплатить до ссылки. что касается фигур по стереометрии. Фигуры не продаю они у меня в одном экземпляре. Заказывала их через фирму в Латвии. Фирма работала с Германией. Как только испортились отношения с Германией и Латвией все закончилось. Я думаю что как только я пойму что мне пора начинать новый бизнес я начну именно такой. Потому что нужны они всем. если кто-то это сделает без меня пожалуйста прекрасная бизнес идея. Итак хорошо давайте дальше. Можно ли нескольким собраться и оплатить курс? Дарья давайте об этом я скажу. Каждый из видеокурсов открывается с двух компьютеров. То есть если с двух да пожалуйста можно. Больше ну у вас просто там да вы не сможете пароль туда ввести. То есть каждый вот этот пароль или пин-код он действует для двух компьютеров. При этом если вдруг вы переустановили систему то бывает так два компьютера оба сломались да или на обоих что-то другое поставили просто пишите нам мы вам высылаем запасные. Для школ мы делаем такую возможность то есть например там три комплекта можно с большой скидкой еще приобрести и у вас получается уже шесть вот этих пин-кодов в шести классах пожалуйста можно использовать. Так в шестнадцатой задачи постройте нужно носок описывать этапы построения я сейчас как раз это буду показывать майский будет платным там будут возможности участвовать с большой скидкой для постоянных наших участников об этом тоже мы напишем ну что ж оформление задач вот сейчас так да построить и вот сейчас как раз мы этим и займемся я выбрала довольно стандартную шестнадцатую задачу нового формата на построение сечения есть задачи на построение сечения более сложные есть совсем простые но у меня такая средняя значит это шестнадцатая задача и мы сейчас условие ее выведем раз два и у меня условия итак шестнадцатая задача точка е середина ребра ВВ1 куба АВС Д АВС А1 В1 С1 Д1 найти площадь сечения куба плоскостью Д1 АЕ я напишу куб А Д1 ребро равно четырем точка Е середина БВ1 найти площадь сечения куба плоскостью Д1 АЕ хорошо давайте мы все это построим то есть мы возьмем куб построим это сечение вот отдельная тема я пока рисую буду рассказывать как строить чертежи в задачах по стереометрии вот у меня на сайте EGSTADY прямо есть такая небольшая статья как нарисовать так чтобы все увидеть и кстати не обязательно вот вы с первого раза все нарисуете и все получилось я сама иногда вот у меня чертеж не получился я могу сделать второй третий пятый до того момент пока он не раскрывает свои тайны что ли когда я вижу на нем все что нужно так 2 4 7 мне придется его не очень большим делать здесь у меня не такой большой флипчарт как вот доска когда я писала видеокурс там у меня прям большая доска здесь поменьше так ну вот кубик так расставляем точки здесь у меня пускай будет А Б С Д А1 Б1 С1 Д1 мне надо построить сечение проходящее через точки Д1 А и Е где Е это середина Б Б1 хорошо итак первое конечно что мы сразу сделаем я вот сначала построю проведу линии потом буду записывать конечно я могу соединить точки А и Е потому что они лежат в одной плоскости боковой грани смотрите в задачах постелиометрии важнейшая вещь что рисовать мы можем на чем-то на какой-то грани да вот если я беру объемное тело я могу рисовать на его грани а рисовать вот так вот в воздухе не знаю на чем я не могу поэтому я могу провести линию в определенной плоскости вот конечно я могу сразу провести Д1 А пожалуйста и что делают 80% тех кто приходит к нам на пробные я не буду говорить какой процент среди наших учеников кто у нас на курсах учится большой я знаю что большой не будем об этом что делать берут Д1 и Е соединяют получился треугольник находим площадь треугольника пишем ответ все 0 баллов почему а вот смотрите плоскость она же бесконечная вот она перерезает этот куб разрезает его мы видим в сечении некую фигуру но плоскость она же дальше продолжается она же не закончится вот этой линией Д1 я но туда дальше пойдет ведь эта плоскость она должна обязательно пересечь заднюю грань клуба С С1 В1 так вопрос как же она и будет пересекать а кстати и верхнюю тоже она как-то должна пересечь так вот как это сделать я не могу просто Д1 и Е соединить и сказать что в сечении будет треугольник нет поэтому сейчас запишу то что у меня уже есть а это нормально если буду переходить на тот флипчарт время от времени да можно да а сюда ну давайте буду переходить итак обозначим плоскость сечения альфа и при этом Д1 принадлежит альфа А принадлежит альфа и Е принадлежит альфа дальше А Д1 то что я сразу построила мы провели АД1 это линия пересечения альфа и передней грани А А1 Д1 дальше А Е я сразу провела это линия пересечения альфа и плоскости А В В1 а как же эта плоскость альфа будет пересекать заднюю грань нам нам надо эту линию во-первых нарисовать во-вторых описать ее построение давайте вспомним что мы знаем о линиях пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью линии пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью параллельны друг другу значит я напишу так пусть Альфа пересекает заднюю грань СББ1 по линии ЕФ. Тогда ЕФ должна быть параллельно АД1. Я пишу, так как плоскость СББ1 параллельна плоскости АДД1, задняя грань параллельна передней, и альфа пересекает плоскость АДД1 по прямой АД1. То есть нам нужно в плоскости задней грани провести прямую параллельную АД. Давайте проведем. Кстати, а как она пойдет? Ведь АД1 – это диагональ квадрата АА1Д1Д. Правильно? То есть угол между А1АД1, вернее, угол А1АД1 – это 45 градусов. Ну тогда, раз мы проведем параллельную прямую, вот я так на глаз пока провожу, не совсем на глаз уже, вот так вот. Вот она, ЕФ. Угол В1ЕФ тоже будет равен 45 градусов, потому что здесь диагональ квадрата, здесь линия, которая параллельна диагонали квадрата. Вот точка Ф. Ну и теперь точки Ф и Д1 обе лежат в верхней грани, мы просто берем их и соединяем. Все. Смотрите, что мы получили. Никакой не треугольник. Мы получили трапецию по построению, потому что АД1 параллельно ЕФ. Пара параллельных сторон – это трапеция. Давайте тогда запишем. Значит, я напишу так, что треугольник ФБ1Е подобен треугольнику АДД1 по двум углам. Вот здесь более подробно я не расписываю. Можно, если хочется вот прямо совсем-совсем, чтобы эксперт, но ни к чему не придрался, написать, что угол А1АД1 45 градусов, поскольку АД1 диагональ квадрата, поскольку В1В параллельно А1А, ФЕ параллельно АД1, то угол В1ЕФ тоже 45 градусов. Да, можно тоже это написать. Значит, получаем подобный треугольник. В1Е у нас по условию половина стороны, то есть 2, тогда В1Ф тоже 2. Тут 2, тут 2. Смотрите, как хорошо. Мы сразу знаем об основании трапеции. Я сейчас перейду на ту доску. Можно, да, технически? Сейчас мы это сделаем. То есть у меня вот чертеж там остался, я на него смотрю. А его видно или будет видно только это? Ага, хорошо, тогда вот в нужный момент просто туда перейду. Фактически мы уже сейчас можем перейти к плоскому чертежу. Все, что было необходимо, нам уже построили. То есть мы сказали, что АЕФД1 – это искомое сечение. А что у нас в этом сечении? ЕФ параллельно АД1, следовательно, АЕФД1 – это трапеция. Дальше АД1 – это 4 корня из 2. Ну, я напишу просто, что это диагональ квадрата со стороной 4. А квадрат там АД1 – А1. Тогда ЕФ – это 1, 2, АД1 – это 2 корня из 2. Можно сказать, так как треугольник ФБЕ подобен треугольнику АДД1, так и эфициент подобия 1, 2. А дальше мне нужен плоский чертеж. То есть алгоритм решения задачи по стереометрии. Какой? Сначала мы все сделали в пространстве, потом мы делаем плоский чертеж и работаем с плоским чертежом. Значит, я строю эту трапецию. Этой трапеции я знаю основания и какие же у нее там боковые стороны. Давайте посмотрим. Итак, боковые стороны АЕ и Д1Ф. Что я про них могу сказать? Я могу сказать, что они равны друг другу. То есть здесь у меня АБ – это 4, БЕ – это 2, значит, гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами 4 и 2. Здесь Д1С1 равно 4, С1Ф – это 2. То есть мы получаем, что АЕ равно ФД1. Хорошо, давайте запишем это. Я пишу. Найдем боковые стороны. Нарисую саму эту трапецию. Так. Так. Так, вот она. Ну, вполне ровно даже. Так. Это АД1ФЕ. 4 корня из 2. Здесь 2 корня из 2. Смотрите, сейчас задача сводится к плоской. То есть, можно сказать, задача из части В, да, из первой части. Значит, из треугольника АБЕ, где угол В 90 градусов, я нахожу, что АЕ – это корень квадратный из 4 в квадрате плюс 2 в квадрате, это корень из 20. выношу еще двойку из-под корня, это получается 2 корня из 5. И ФД1, это тоже корень из 4 в квадрате плюс 2 в квадрате, то есть 2 корня из 5, я напишу, из треугольника ФС1Д1, где угол С1 90 градусов. Ну-ка, С1 у меня там, да, С1. Вот я из этого треугольника его нашла. Хорошо. Значит, боковые стороны равны друг другу, равны 2 корня из 5. Здесь тоже 2 корня из 5. Легкая задачка. Равнобедренная трапеция, проводим ее высоту, а можно еще провести 2 высоты. Здесь будет H, здесь будет T. Я напишу, что EH и FT высоты трапеция равнобедренная. Значит, я получаю, что AH равно D1T и чему это равно 4 корня из 2, минус 2 корня из 2 пополам, это корень из 2, ага, здесь у меня корень из 2. Находим EH, то есть высоту трапеции. Я пишу, из какого треугольника, то есть по-хорошему. Надо писать из треугольника AHE по теоремии Пифагора. получаем корень квадратный из 20 минус 2, получается корень из 18, а осталось найти площадь трапеции, то есть SAEFD1. Получается полусумма основания, это 3 корня из 2, на высоту, на корень из 18, 3 корня из 36, 3 на 6, а ответ 18. Все, решили задачу, записали решение. Я помню, что в ответах, не 6 корней из 2, 18 получили, в ответах на тест, который мне присылали, был очень хороший вопрос. Всем ли можно пользоваться на экзамене? В смысле, теоремы, методы, может быть, какие-то не школьные вещи? Так вот, правило такое, что теперь, да, можно пользоваться всем. Ну, конечно, там тройной интеграл, писать не надо, я думаю, что никто это делается не будет. Пользоваться даже какими-то не совсем школьными вещами, пожалуйста. Даже если вы решаете векторно-координатным методом задачу С2, пожалуйста. Вот у меня и статья на сайте есть про векторно-координатный метод, и в видеокурсе я про него много рассказываю. Отличный метод. Он работает, правда, не всегда в отдельных задачах. Например, угол между плоскостями, угол между прямыми, между прямой и плоскостью, расстояние от точки до плоскости. Прекрасно работает. Тоже, кстати, зависит от условия. При этом, когда вы пользуетесь каким-то таким методом, обязательно пишите, что вы им пользуетесь. Вот даже здесь по теореме Пифагора обязательно это пишем. Эксперт не обязан догадываться, что вы там использовали, теорему Чивы или теоремы Менелая. Ему это просто надо написать. И в этом случае, да, пожалуйста, если вы полностью обосновали свое решение, прекрасно. Если у вас в С2, например, вы узнали, что можно находить угол между плоскостями, зная уравнение плоскостей, применяя формулу уравнения плоскостей, вы там написали несколько матриц, определитель, что-то с ним сделали, ни одного слова комментариев, вряд ли решение будет оценено. То, во-первых, определители точно не входят в школьную программу, да, во-вторых, если уж начали это делать, придется объяснять каждый шаг. Здесь некий такой баланс, да, все нужно рассказать, но и при этом уложиться во время, чтобы решение у вас не заняло 8 часов. Где в расчетах ошибка? Нашли? 18. Следующее. Обязательно хочу вам показать решение логарифмического неравенства. Это задача С3, которая 17. Хорошая выигрышная задача. То есть просто аккуратно делайте все преобразования, пользуйтесь свойствами логарифмической показательной функции, корня квадратного, иногда там бывает модуля. У меня вот большой вот этот видеокурс по С3, по 17-й задаче. Там я рассказываю разные-разные способы решения неравенств. Формулой пользуйтесь. Смотрите, если вы слишком далеко ушли от школьной программы, вы задумаетесь вообще, а надо ли туда идти. Наверняка там есть более простой способ. Вот я ни разу не видела задачу ЕГЭ по геометрии С4, где бы использовалась там теорема ЧВ или теорема Менилая. Ни разу. Всегда это решалось более простыми способами. Ни разу не видела, чтобы в С2 вот никак нельзя было бы обойтись без матрицы определителей. Там обычная система получается такие, что и так они хорошо решаются. Нет, Глеб не нужно ее доказывать. Точно не нужно. И теорему Пифагора тоже не нужно доказывать. Так ли подробно все расписывать? Вот так как я, да, вот так стоит расписать. Больше всего я видела, за что снимает С2. У меня вот очень сильный был выпуск в 2013 году. И там была хорошая С2, которая где-то в марте перед этим похожая была на сайте Ларина. Почему я очень рекомендую сайт AlexLarin.ru AlexLarin.net. Почему? Потому что там иногда задачи, похожие на которые бывают на ЕГЭ. Так вот, ребята знали, что делать. Знали, в принципе, как решать. Там был такой момент, что нужно было доказать перпендикулярность двух отрезков. Пропустили, решили, что это очевидно. Конечно, там прямой угол. Все, потеряли баллы. Они, конечно, и так хорошо сдали, то есть от 80 до 98. Хорошие результаты. Обидно было, что потеряли вот на этом. Что нужно было просто доказать, что две прямые перпендикулярные. Даже не то, что написать об этом. Не надо доказывать. Сколько времени на С2? Смотрите, где-то у вас 30 минут на первые 14. С1, С2, две задачи, ну тоже, я думаю, на 30 минут. То есть, если вы хотите решить все, вот за час у вас сделаны B-часть, четырем задач, С1, С2. В обязательном порядке делаем С3, логарифмическое или показательное неравенство. То есть, это решается всегда, если вы претендуете на поступление в ВУЗ технически, экономически, сильной математикой. 17-ю задачу надо решать, вот это Мастду, что называется, да, Мастхэр. Дальше у нас остается 18, 19, 20, 21. 19-ю практически всегда тоже делаем. А вот 18, С4, 19, С5 и 21, С6 смотрим на них, выбираем из них самую знакомую. Иногда С5 оказывается простая, иногда С6 21-я задача вы сразу берете за нее баллы. То есть, на них надо посмотреть уже на все три, когда сделано все остальное, выбрать самую выигрышную и заняться именно ей. Так, лучше так, черновик, чистовик, всегда ли на реальном ЕГЭ задание легче, чем варианты Ларина? Ларинские варианты чуть-чуть посложнее, на реальном все-таки попроще. Но это у меня опыт прошлых лет, до 14-го года, я не знаю как на 15-м. Зачем в построении сечения мы доказываем подобие треугольников, чтобы, а, я даже не очень подробно это расписала, почему там параллельные прямые, почему тапеция. Так, лучше на черновике сначала писать или сразу в чистовик задачи С? Вы знаете как, я вот, когда сама решаю, причем я знаю, что у меня эта привычка, я сразу пишу вот так. То есть стараюсь черновиков не разводить, мне потом сложно в них разобраться. И я вижу, когда черновик, в котором все перечеркнуто, одно на другом написано, когда через 30 минут начать с него переписывать, получается генератор ошибок. Ну, не рекомендую. Рекомендую сразу уже писать в приличном виде. Так, можно не сразу хорошо начертить, можно, но не получилось, сделали другой чертеж. Там зачеркнули этот, сделали другой. Хорошо. 17-я задачка логарифмическое неравенство. Может, я здесь останусь, нормально? Хорошо, остаюсь. Эту задачу только вчера мы давали на своем пробном. Хорошая задача, почти все ее решили. Абсолютно стандартная. решить неравенство. Итак, есть несколько способов оформления вот такой задачи. Первый, вы пишете ОДЗ, область допустимых значений. Получаете систему условий для ОДЗ, решаете эту систему, и иногда как раз с этого надо начинать, потому что тогда проще становится все остальное. Например, вы знаете, сколько случаев рассматривать? Второй способ можно поступить вот так. Наше неравенство равна сильно следующему. Я пока что сделаю только одно преобразование. логарифм. Смотрите, я смотрю, что у меня там в левой части. Здесь два логарифма минус еще один логарифм по одинаковому основанию. Хорошо бы мне эту двойку убрать наверх, чтобы у меня просто осталась разность логарифмов. Из разности логарифмов я сделаю логарифм частного, дальше я знаю, что делать. Если я уберу эту двойку наверх, то есть воспользуюсь формулой k на логарифм b по основанию a это логарифм по основанию a от b в степени k. Будет ли это корректно? Давайте подумаем. В этой формуле левая часть существует при b больше нуля. А если k равно 2? здесь будет b в квадрате, а b квадрат положительно, даже если b меньше нуля. То есть эту формулу я могу применять в определенных условиях. Здесь я сразу написала, что да, при b больше нуля, это верно. Потому что если b меньше нуля, да, левая часть вообще не существует. Поэтому я пишу условия, при котором могу применять эту формулу, убирать эту двойку в показатель. x-2 должно быть больше нуля. Мы от него берем логарифм. x-2 тоже должно быть больше нуля. Теперь я двойку наверх убираю. написала. Дальше следующая система, которая это равносильно. Обратите внимание, пишу такую цепочку равносильных систем, чтобы у меня не распадалась задача на отдельные кусочки. x больше 2. Здесь я раскладываю левую часть на множители x плюс 1 на x минус 2 больше нуля. Здесь разность логарифмов. Разность логарифмов по формуле я преобразую в логарифм частного. Ну и заодно вот это выражение тоже разложу. x плюс 1 на x минус 2. И это больше либо равно единице. Дальше. Здесь x больше 2. Написала. Это неравенство мне надо решить. Вот я решаю видите сразу на чистовике. Слева здесь я себе часть очеркнула. И здесь я пишу решение этого вспомогательного для нас неравенства x плюс 1 на x минус 2 больше нуля. Мы знаем, что решается оно методом интервалов. Я рисую числовую прямую. Отмечаю точки минус 1 и 2 больше нуля. А где? Здесь и здесь. До значения этой квадратичной функции. И я пишу, что либо x меньше минус единицы или x больше двух. Ну, а тут в третьем неравенстве единицу я тоже представляю как логарифм по основанию 0,5. Кстати, тут x минус 2 и x минус 2 я могу сократить. x минус 2 здесь x плюс 1 больше либо равно логарифма 0,5 по основанию 0,5. Смотрите, вот эти два промежутка я их записала как совокупность x или с одного или с другого. обычно в решении c3 когда проверяю я вижу, что вот неравенство их просто вот разбрасывают так вот хаотично по всему листу. Эксперту очень сложно разобраться что из чего следует. Поэтому оформляете решение c3 вот такая должна быть четкая цепочка что откуда получается что из чего следует какие условия. Идем дальше. x больше двух тогда уж точно не может быть меньше минус одного я пишу просто x больше двух здесь слева логарифм и справа логарифм основания одинаковые действия это вы знаете это все мне сразу говорят отбросим логарифмы хорошо отбросим логарифмы назовем это так убрали их при этом основание меньше единицы знак неравенства должен поменяться то есть x минус 2 на x плюс 1 меньше либо равен 05 то есть 1 второй все я получила систему алгебраических неравенств простейших да я ее легко решаю я получаю что x больше двух здесь я переношу одну вторую в левую часть там привожу дроби к одному знаменателю упрощаю получается x минус 5 на x плюс 1 меньше либо равно нуля и теперь мне нужно написать решение системы я рисую числовую прямую x больше двух отмечаю здесь это я решаю методом интервалов я отмечаю точку 5 закрашены потому что не строгое неровенства отмечаю точку минус 1 пустую меньше либо равно нуля помните метод интервалов да мы смотрим знаки этого выражения на каждом на каждом промежутке ну 10 возьму плюс плюс ага плюс здесь между минус единицы пятеркой ноль возьму минус дальше уже понятно там будет плюс помните да когда меняется знак при переходе через точку такую где не меняется если какая-то скобочка входит в квадрате или в четной степени там знак не меняется меньше либо равно нуля вот оно еще условие что x больше 2 мы получаем ответ x от 2 до 5 включительно вот пожалуйста оформление задачи c3 то есть логарифмического неравенства на что обращаем внимание не разбрасываем это все да отдельно я бы могла вот так сюда написать x меньше минус единицы сюда больше 2 так здесь еще что-то в шахматном порядке расположить все эксперт запутается очень четко структура что из чего будет следовать давайте посмотрим обязательно ли под стрелкой писать x где это x под стрелкой здесь обязательно это просто я его забыла спасибо да потому что иногда вы делаете замену переменной и у вас не x будет а с t оси обязательно подписываем спасибо потому что эксперт он не должен додумать и гадать что у вас по осям он должен просто это увидеть дальше так да все хорошо ну что ж сейчас самые интересные сейчас те задачи которые почти никто решать не собирается а может собираетесь если вы собираетесь решать 19-21 то вам большой респект потому что 19-я задача задача с экономическим содержанием появилась только в этом году и вот по самым первым вот этим задачам 19 я сделала видеокурс а мы с моим коллегой Романом Сарамсоковым он занимается подготовкой к олимпиадам по экономике дистанционно мы с ним сделали такой бесплатный мастер-класс где рассказывали часть этих задач и потом у меня видеокурс по 19-й задаче пока 19-х задач разных типов немного и у меня такое ощущение что к ней намного проще подготовиться чем даже к С4 или С5 то есть 18-й или 20-й давайте посмотрим то есть для того чтобы 19-ю задачу решить нам нужно не так так уж много давайте еще вопрос так почему без обоснований где вот это именно в принципе можно да я написала равносильно ну я не знаю какое здесь нужно обоснование да писать если прямо хочется можно написать что поскольку логарифмическая функция с основанием 0,5 монотонно убывает написать обоснование давайте напишу раз вопрос есть мы сейчас это сделаем сейчас я вижу про интервал я на него отвечу просто посмотрите там на систему условий итак вот у вас я знаю просто что здесь в этот момент если мы пишем равносильный переход и пишем правильно то все нормально в принципе можно сказать что если логарифм 0,5 там какого-то там x1 что у меня там было 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 больше да логарифма по основанию 0,5 x2 мы пишем что так как логарифмическая функция с основанием 0,5 или функция y равно логарифм x по основанию 0,5 монотонно бывает из данного неравенства следует что x1 меньше либо x2 все написали или по свойству монотонности логарифмической функции с основанием меньшим единицей написали или просто вот в символах записать это свойство а что это свойство значит да очень просто что если функция монотонно бывает я не логарифмическую сейчас другую какую-то показываю просто монотонно бывающую что это означает что чем больше x тем меньше y и если y1 больше чем y2 то это означает что x1 меньше чем x2 вот вам монотонность убывающей функции да и почему мы можем этим пользоваться вернее монотонно убывающей функции почему мы этим пользуемся так еще вопросы сейчас скажу про цинализацию был вопрос почему не берем промежуток x меньше минус единицы а мы не можем его взять потому что есть вот это условие x больше 2 все они же в системе не может быть x одновременно меньше минус единицы и больше двух никак дальше метод рационализации очень хорош значит что касается метода рационализации еще называется метод замены множителя он появился не так давно в ЕГЭ в 2011 году у меня на сайте Гастаде есть статья по методу рационализации можете найти это называется показатель негрихмического неравенства часть 2 и я как раз там даю табличку замены множителя есть задачи где без метода рационализации просто ну никак не обойтись у нас давайте посмотрим в основании 0,5 от x не зависит здесь мы сделали разность логарифмов да я могу вот отсюда уже делать методом рационализации но в этом нет необходимости этот способ получается короче поэтому пользуемся разными способами выбираем тот который для нас более комфортный который для нас здесь лучше почему Зоя не отбросили решили вот мы их решили из этих трех условий у нас остается только x больше 2 потому что здесь оно повторяется а это с условием x больше 2 несовместимо я надеюсь что у нас еще полчаса есть вебинар и за эти полчаса я хочу рассказать 19 задачу и постараюсь успеть еще и 21 показать где там взять баллы итак 19 задача с экономическим содержанием пойду-ка я туда наверное да есть большинство таких задач я рассматривала в своем видеокурсе по 19 задачи вот кто сейчас успеет по секретной ссылке приобрести премиум туда этот курс по 19 задачи уже входит у вас это 19 задача да есть итак Оля хочет взять в кредит 1 миллион 200 тысяч рублей погашение кредита происходит раз в год равными суммами кроме может быть последний после начисления процентов то есть что будет дальше Оля пошла в банк взяла в кредит 1 миллион 200 тысяч рублей теперь ей нужно вернуть в банк и эту сумму и еще начисленные проценты причем проценты начисляются каждый год ставка процента 10 процентов годовых погашение кредита происходит раз в год равными суммами кроме может быть последний после начисления процентов значит прошел год начислили проценты после этого Оля там пришла смс сообщение сообщение на почту сколько ей надо заплатить она несет эту сумму погасила часть потом опять начислили проценты опять Оля какую-то часть принесла в банк да и так несколько лет на какое минимальное количество лет Оля может взять кредит чтобы ежегодные выплаты были не более 320 тысяч рублей хорошо процентная ставка 10 процентов годовых да ну мы так и напишем 10 процентов годовых у это ежегодные выплаты у меньше либо равен 320 тысяч рублей я предлагаю здесь все расчеты вести в тысячах рублей нам сразу станет проще один из приемов решения такой задачи в чем мы считаем считаем в тысячах рублей будет проще то есть я так и пишу что считаем в тысячах рублей и можно эту задачу решать самым простым способом то есть смотрите на какое минимальное количество лет может Оля взять кредит она хочет выплатить его побыстрее за минимальное количество лет и каждый год платить не более 320 тысяч рублей давайте немножко себе упростим задачу то есть она хочет выплатить как можно быстрее чтобы выплатить как можно быстрее очевидно каждый год нужно платить по максимуму 320 тысяч рублей значит я пишу что у меньше либо равен 320 тысяч рублей и я скажу так что количество лет n минимально если у равен 40 120 здесь пишу тысяч рублей наименьшее количество лет будет если Оля как раз по 320 тысяч рублей каждый год будет вносить вот теперь мы знаем какая будет сумма ежегодных выплат что необходимо знать для решения задачи 19 вот это у меня в видеокурсе есть значит самое главное хорошо решать задачи на проценты это текстовые задачи на ЭГЭ по математике да я там много рассказываю о процентах в частности рассказываю что если у вас с величина кредита это 1200 у нас 1000 рублей проценты 10 процентов годовых это значит что через год после начисления процентов мы получаем 1200 на 1 плюс 10 сотых вот такая формула когда величина s увеличилась на p процентов и вот эти формулы величина s увеличилась на p процентов величина s уменьшилась на p процентов величина s увеличилась на p процентов два раза. Вот у меня все есть в курсе текстовые задачи. Их просто надо знать наизусть, чтобы хорошо решать 19. Так вот. Ну, это мы легко посчитаем. Получается 1200 умножить на 1,1. Легко. Посчитали. Теперь Оля выплатила 320 тысяч. Значит, первая выплата я напишу. Я напишу здесь на численные проценты. Первая выплата. 1200 умножить на 1,1 и минус 320. И вот сейчас у нас будет два пути. Первый путь. Просто берем и считаем. То есть узнаем, сколько остается там долго к началу второго года. Узнали эту сумму. Потом проходит еще один год. Что получается? Снова вычисляются проценты. То есть эта величина тоже будет умножаться на 1,1. Тоже будет вычитаться 320. Посчитали, сколько через два года. Потом через три. Потом через четыре. Да, можно идти этим способом. Недостаток 1 на ЕГЭ. Нельзя пользоваться калькулятором. А вычислений здесь получается довольно много. То есть считать вот эту сумму долга на каждом шаге. Поэтому, да, такой способ есть. Я сейчас хочу показать немножко другой. итак, показываю другой способ. Что такое? Сейчас я надо как-то победить. Так. Почему я хочу другой способ показать? Потому что здесь я дам формулы, работающие и в более сложных задачах. 19, не только в этой. Значит, долг через год я пишу 1200 умножить на 1,1 минус 320. так еще один год прошел через два года. 1200 на 1,1 минус 320 на эту сумму долга снова начисляются проценты, то есть умножаем на 1,1 и снова вычитаем 320. Через три года вы догадываетесь, что происходит? Да, уже на всю эту скорую, давайте вот обозначим это, это будет через год S1, это S2, вот это S2 уже умножается на 1,1 и еще минус 320. То есть такая цепочка действий. И сейчас прямо даю формулу для этой цепочки. Хоть там будет 10 лет, хоть сколько формулами можно пользоваться. Значит, давайте посмотрим, что будет через год. Здесь вместо 320 я буду писать 1200, да, это у меня была S, 320 это Y, чтобы короче, 1,1 оставлю, в принципе, вот в общем виде эта формула тоже легко выводится. То есть получается 1,1 S, S1 это 1,1 S минус Y, S2 это 1,1 S минус Y на 1,1 минус Y, давайте посчитаем, 1,1 в квадрате на S минус 1,1 Y минус Y, то есть 1,1 S минус Y на 1,1 плюс 1 я ввожу формулу S третья здесь еще одно появится еще такая же итерация еще такое же действие 1,1 S минус Y на 1,1 минус Y на 1,1 минус Y и если я здесь раскрою скобки я получаю так 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 сейчас а здесь извините 1,1 в квадрате получаю 1,1 в кубе на S минус Y 1,1 в квадрате плюс 1,1 плюс 1 то есть структура формулы будет одинаковой и давайте здесь наверху пишу через N лет какая будет сумма долга я просто здесь раскрыла скобочки дальше я могу доказать что будет через N лет S так S будет равно 1,1 в N умножить на S минус Y здесь 1,1 в степени N минус 1 плюс 1,1 в степени N минус 2 плюс там и так далее плюс 1,1 плюс 1 вот какая получилась формула я немножко быстро сейчас ее выводила я посмотрела на часы успеть хочется и эту еще показать 21 если более подробно просто возьмите эту задачу и сами аккуратно здесь все эти преобразования сделайте вот какая формула получается хорошо а что же у меня в скобочках посмотрите пожалуйста получается 1 плюс 1,1 плюс 1,1 в квадрате плюс 1,1 в кубе плюс то же самое в четвертой степени вот то что там в скобках это сумма геометрической прогрессии я знаю что учащиеся не очень любят прогрессии и вот сейчас как раз тот момент когда прогрессии нам нужны я сейчас формулу воспроизведу и дальше уже с ней буду работать упрощать все я уже все я знаю что сделать вот так сейчас вот уже надоело ее туда заворачивать итак через н лет получаю 1,1 в степени н умножить на с минус у а здесь 1,1 в степени н-1 здесь н-2 1,1 и 1 там в конце так вот это геометрическая прогрессия давайте вспомним формулу для суммы н членов геометрической прогрессии итак что такое геометрическая прогрессия это такая последовательность где каждый член начиная со второго равен предыдущему умноженному на одно и то же число q которое называется знаменатель прогрессии сумма н членов ну поскольку букву с я использовала я букву z обозначу будет равно b1 на q в степени н-1 а здесь q-1 что у нас в нашей прогрессии первый член это единица во сколько раз каждый раз увеличиваются члены прогрессии в 1,1 то есть q 1,1 сколько у нас членов прогрессии 1 это 2 там где в квадрате будет 3 там где в третьей степени будет 4 а где в n-1 степени будет n-1 член прогрессии n членов значит у нас z n будет равно b1 это единица 1,1 в степени n-1 здесь 1,1 минус 1 то есть вот что у меня получается ну а если я делю на 0,1 то же самое что умножить на 10 я посчитала что у меня там в скобочках смотрите как хорошо можно ли на экзамене решать вручную Елена можно решать вручную если у меня это n будет 3 или 4 я смогу несколько раз такие большие числа посчитать а если они постараются дадут вот это лентам n через сколько лет то ли выплатит кредит например 8 или 9 я считать уже замучаюсь и мне проще применить формулу то есть формулу все равно лучше знать да это более сложный способ в этой задаче можно вручную в другой уже не получится дальше работаем с этой формулой здесь мы посчитали прогрессии то есть s n у меня будет равно 1,1 в степени n умножить на s минус y на вот эту вот сумму так здесь будет 10 на 1,1 в степени n минус 1 хорошо теперь ведь у меня же есть условия что ионлет Оля выплачивает по y рублей банку а вот последний год она может быть выплатит уже меньше y смотрите там было в условии сейчас где у нас условия так сейчас найдем так я условия не вижу куда-то дело в общем я помню что там было такое а вот оно вот там есть такое условие что на так погашение кредита происходит раз в год равными суммами кроме может быть последний то есть n или выплачивает равные суммы последний год у нее там может быть осталось 200 рублей и она их выплатила все свободно значит что нам нужно чтобы вот эта сумма долга через n лет была бы меньше либо равна ежегодной выплаты то есть на следующий год она уже платит меньше и тогда всего за n плюс 1 год Оля кредит выплатит смотрим как нам это сделать так вот у меня такая получилась формула такое уравнение знаем метод замены переменной мы сделаем замену 1,1 в степени n это t и я получаю такое нет не уравнение извините неравенство получаю такое неравенство s это у меня 1200 а y это 320 я получаю неравенство 1200 t минус 10 y на t минус ой а чем я y пишу y же на 320 так как бы мне так сделать если я переверну да то они это не увидят то я туда пойду здесь я тогда продолжу значит 1200 t минус 10 на 320 на t минус 1 меньше либо равно 320 вот что я получила работаем с ним дальше раскрываем скобочки получаем 1200 t так а зачем мне это нольки сейчас еще сократим так нольки сокращаем хорошо 120 t минус 320 на t минус 1 320 меньше либо равно 32 на 10t минус 9 ну там просто скобочки раскрыла да получила все это дальше дальше мне нужно решить это неравенство относительно t t мы помним это 1,1 в степени n как мне это сделать я знаю что естественно t больше нуля правильно раз t больше нуля я могу спокойно поделить на t обе части неравенства ну и 32 тоже больше нуля я могу и на 32 поделить обе части то есть 120 на 32 меньше либо равно 10t минус 9 делить на t я поделила на t потому что оно положительно то есть 10 t минус 9 делить на t больше либо равно 120 на 32 давайте сокращать 32 делим на на 8 на 8 это 4 120 на 8 15 15 четвертых вот здесь чтобы мне было еще проще я дробь разобью на 2 это получается 10t делить на t я тут напишу 10t делить на t минус 9 делить на t я могу я могу так сделать а могу еще проще смотрите здесь можно на t умножить обе части оно положительно здесь на 4 обе части все ну потому что t больше нуля поэтому здесь я как-то более свободно себя с ним чувствую 40t минус 36 больше либо равно 15t 25t больше либо равно 36 t больше либо равно 36 25 а 36 25 сколько это сотых умножаем числитель и знаменатель на 4 получаем t больше либо равно 144 сотых t больше либо равно 1,14 то есть я получила я даже вот здесь наверху это напишу что 1,1 в степени n больше либо равна 1,44 вот и теперь мне кажется вычисление будет намного меньше потому что 1,1 в квадрате это нет вот даже так 1,1 в квадрате это 1,21 правильно 11 квадрате 121 1,1 в кубе я просто это число еще умножить на 1,1 это получается меньше чем 1,44 а вот 1,1 в четвертых четвертый больше чем 1,44 значит мы получаем что n равно 4 то есть 4 года Оля выплачивает по 320 тысяч рублей потом что-то у нее остается за 5 год она выплачивает остаток и ответ 5 лет вот полностью решение задачи что я здесь показала да я специально пошла таким сложным путем можно было все посчитать ну конечно первый был бы короче почему я этот показывала потому что не все задачи будут такие как вот это про Улю если там будет не 4 5 лет а 10-12 представьте сколько считать я показала общий способ который подходит для более сложных задач то есть здесь формула геометрической прогрессии можно формула геометрической прогрессии сделали вычисления вот эти все сделали я показала чуть более сложный на примере этой простой задачи если вы сделали по-другому правильный ответ да пожалуйста сейчас расскажу еще про одну задачу которая почему-то люди на нее незаслуженно мало обращают внимание задача замечательная это 21 то есть C6 вообще очень интересно было читать ваши ответы знаете больше половины наверное процентов 7 сказали нет C6 я не буду даже читать а почему нет и было несколько умных людей которые написали я делаю всю часть B делаю немножко из части C обязательно читаю C6 и беру за нее 1-2 балла хорошо C6 21 задача это лотерея может может быть что она будет такой хорошей выигрышной что вы ее прочитали и сразу взяли вот эти 1-2 балла а может быть что вы ее прочитали и второй раз прочитали и третий и ничего поэтому надо просто понять там что туда стоит двигаться или там для вас тупик тупик в том смысле что если вы будете решать три часа она сложная то лучше за нее не браться потому что у вас всего 4 еще кстати про ответы хочу сказать вот мне было тоже очень интересно как мнения разделились сейчас я скажу у меня здесь есть статистика то есть так ага вот вот вообще 95% тех кто отвечал написали худший способ готовиться к ЕГЭ это вообще не готовиться но мне кажется что вы схитрили ушли от ответа то что вообще не готовиться ну ничего не получишь есть еще на уроки не ходить и вообще даже не знать что там какой-то экзамен есть и не прийти на него да это худший способ мнения разделились по поводу самостоятельной подготовки примерно 50% людей сказали что самостоятельно готовиться это хуже некуда еще половина сказала самостоятельно готовиться это вообще самый лучший способ очень интересно то есть 50 на 50 интересно почему если самостоятельно готовиться это значит там один раз в день включить в компьютер на 2 минуты зайти на сайт решу ЕГЭ потом пойти на сайт с анекдотами ничего не произойдет если готовиться самостоятельно то есть видеокурс посмотреть да это тоже самостоятельно да порешать вот эти задания там с решу ЕГЭ с сайта Ларина почитать теорию на моем сайте отличный способ это дает очень много то есть здесь зависит от вас очень интересные ответы плохо готовиться в большой группе в 10-20 человек разного уровня но для меня это просто невозможно поэтому у нас вот на курсах группы там 6 человек самый больше худший это посещение курсов где просто читают теорию да потому что ЕГЭ практический экзамен и очень интересный был ответ это ответ одного из знакомого очень хорошего преподавателя репетитора с большим стажем что хуже всего это индивидуально один раз в неделю заниматься с репетитором при этом пропуская занятия действительно мало что дает потому что за неделю все забывается а если еще к репетитору ходить через раз нерегулярно там заболел день рождения в кино пошел все будут отрывочные знания это некомфортно репетитору и очень мало что даст вам поэтому если занимаетесь репетитором да это нужно два раза в неделю постоянно не пропуская худший способ готовиться не понимая материала решать задания пытаясь все время подглядывать в ответы да и вот здесь я даже хочу дополнить что сначала это вот книжка своя рекомендовала я рекомендовала видеокурс сайт где у меня практически тоже все есть вся теория читаем разбираем знакомимся с самой темой решаем задачи по этой теме а вот решение тестов то есть первой да по ну до той до которой вы дойдете это уже заключительный этап то есть не нужно начинать решение тестов из книжек это мало что даст это заключительный этап плохие способы зубрить шаблон решения заданий полностью согласны бессмысленно но какие вот могут быть шаблоны например в задачи садов они разные да в одной нужно найти угол между плоскостями в другой там расстояние точно до плоскости то есть просто выучить наизусть задачу это очень мало чего даст дадут другую а вот приемы не шаблоны наизусть в один-один как оно решается да а приемы решения вот это надо то есть набрать себе такую коллекцию как какая задача решается если вы знаете там пятьдесят восемь десять разных приемов это во супер это уже не шаблон это новый уровень и даже вот задача с4 геометрия я вот у себя на интенсиве у меня 7-9 марта интенсив по с4 буду рассказывать схемы решения с4 схема на которой строится много-много задач мастер-класс вела по с5 было в конце февраля то же самое схемы на которых строятся разные-разные задачи это уже не шаблоны это разные-разные приемы и хороший ответ мне понравился что неэффективный способ это вариться в собственном котле да тоже абсолютно согласна то есть если вот сидеть дома да там с компьютером наедине ни с кем не общаться бояться при этом наращивать вот это состояние ой я не сдам да наверное это худший способ поэтому либо с друзьями либо даже вот тот же форум Ларина где есть обсуждение обязательно делиться тем что вы сделали хорошо с6 то есть 21 задача так где она у меня давайте мне сейчас условия 21 задачи я его тоже найду вот она я специально дала задачу такую демонстрационную чтобы показать что 21 задача совсем не такая страшная как вам может присниться и что взять за нее 1-2 балла можно итак перед каждым из чисел 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 4, 5, 6, 7, 8 произвольным образом ставят знак плюс или минус после чего из каждого из образовавшихся чисел первого набора отнимают каждое из образовавшихся чисел второго набора затем все полученные 35 результатов складывают какую наименьшую по модулю и какую наибольшую сумму можно получить в итоге ну прежде всего очень внимательно читаем условия вот 20 задача с5 и 21 с6 начинаем чтение условия да даже несколько раз его можно прочитать смотрите здесь два набора чисел первый набор 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 сколько их там всего 1, 2, 3, 4, 5, 7 штук второй набор 4, 5, 6, 7, 8 5 штук что мы здесь делаем перед каждым из чисел первого набора произвольно ставим плюсы или минусы поставили представили себе из каждого вернее от каждого из образовавшихся чисел первого набора отнимаем каждое из образовавшихся чисел второго набора так например здесь у меня 14 отнимаем 4 отнимаем это отнимаем это отнимаем это и это то есть из каждого от каждого мы читаем каждое из образовавшихся чисел второго набора 15 тоже мы с ним Все это делаем. То есть смотрите, получится 14, там минус 4, 14, минус 5, ну если они с плюсами. Теперь делаем со следующим, потом со следующим. И все результаты складываем. Какую наименьшую по модулю и какую наибольшую сумму можно получить в итоге? Вот такие задачи хорошо начинать с самого простого варианта. Какой у меня самый простой вариант? То есть не надо пытаться изобразить что-то здесь невероятное, там, знаете, поставить в шахматном порядке. Да, какой же у меня будет простой вариант? А если все с плюсом? Я же могу расставлять плюс и минус, как хочу. Я просто проверяю, а если я все возьму с плюсом? Что я делаю? 14 минус 4, плюс 14 минус 5, плюс 14 минус 6. Да, отнимаем каждый из второго. Плюс 14 минус 7, плюс 14 минус 8. Так, первое сделали. Теперь с 15. 15 минус 4, плюс 15 минус 5. С 15 это сделали, с 16, с 17, 20 минус 4, плюс 20 минус 5. Ну, понятно, сделали и с этим тоже. То есть я просто смотрю, какая тут будет структура, какой смысл. Так, а мне надо получить одну сумму наименьшую, наименьшее значение суммы, другой наибольшее. А вот смотрите, какое здесь проще сделать. Вот если я беру все с плюсами. Четверки вот здесь вычитаются, пятерки вот эти вычитаются, шестерки вычитаются, семерки тоже. А как сделать побольше? Тогда их надо не вычитать, а прибавлять. Значит, у меня получается такое решение. Из первого набора все с плюсом. Все плюсы. Второй набор. Все минусы. И тогда у меня вот здесь вместо минусов будут стоять плюсы. Тогда все будет складываться. И тогда, давайте я сейчас сразу формулу выведу, не буду такую длинную табличку писать. Сколько раз у меня тут встречается 14? Раз, два, три, четыре, пять раз. Ага, 15 тоже пять раз. И все остальные тоже по пять раз. Да, то есть я получаю, что это будет 14 плюс 15 плюс 16 плюс 17, 18, 19, 20. Все по пять раз. Так, а перед этими я перед всеми поставлю минусы. Ну, потому что мы вычитаем числа этого набора. Сколько у меня тут строчек? Раз, два, там три, четвертая, пятая. В общем, здесь семь чисел, семь строчек. Ага. Значит, семь. А эти все с минусами. Минус четыре, минус пять, минус шесть, минус семь, минус восемь. Вот такую сумму мне нужно посчитать. Я еще здесь минус вынесу перед скобкой. 14 плюс 15 плюс 16 плюс 20 на 5 плюс 7 на 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8. Здесь можно просто брать и считать в столбик, а можно сделать хитрее. Увидеть здесь арифметическую прогрессию. Первый член 14, разность 1. Здесь арифметическая прогрессия. Первый член 4, разность 1. И когда я по формуле арифметической прогрессии это считаю, я получаю ответ, когда посчитаю это 805. Все. Я взяла один балл за с6, то есть за 21 задачу. Этот балл будет отлично во что-то еще пересчитываться. Вот здесь, если постараться, можно взять и еще один балл, причем он тоже лежит на поверхности. А я могу оставить вам эту задачу. Я могу дать подсказку. Какую наименьшую сумму мы можем получить? Причем по модулю. Какое самое маленькое число по модулю? Это 0. Так интересно, может быть мы можем получить 0, тогда мы можем получить самое маленькое. Если мы не получим 0, мы будем подбирать единицу. Так вот, вопрос. Можно ли так здесь расставить значки, чтобы получить 0? Даже даю еще одну подсказку, что здесь мы получили число нечетное, и мы этим можем воспользоваться. А 0-то четное число. Полностью эту задачу я буду рассказывать на мастер-классе 4-5 апреля. У меня будет мастер-класс по С6. Записаться, кто у меня ходит на все мастер-классы, знаю, что таких людей очень много. Это у меня на сайте. Там малкова.егостади.ру Ну, либо просто у меня на сайте.егостади.ру Там есть сверху в меню раздел мастер-классы. Ну что ж, я готова сейчас ответить на ваши вопросы. Вам на почту придет письмо. Там еще раз мы повторим вот эти секретные ссылки. Потому что, ну, вдруг у кого-то там что-то было со связью, да, не переживайте, мы всем пришлем полную видеозапись. Ссылки действуют три дня, поэтому лучше успеть. Приглашаю тех, кто заинтересован в С6, а тут особо ничего страшного нет, да, на 4-5 апреля на мастер-класс. Те, кто в Москве, я приглашаю на наши интенсивы по подготовке к ЕГЭ по математике. Я веду курс из трех интенсивов. Это 4-5 марта, потом 23-31 марта и 5-9 мая. Они посвящены, соответственно, С4, то есть диаметре 18, С5-20 и С6-21. И кроме моего интенсива у нас на весенних каникулах 23-31 марта будут 4-х дневные интенсивы по всем темам ЕГЭ. То есть есть интенсив В плюс С1, есть интенсив по С3, логарифмы, то, что я показывала, есть С2 и С4. Поэтому можно выбирать курс и за 4 дня отлично подтянуть свои знания. Давайте ваши вопросы. Так, сколько баллов ученик вправе получить за все задания, кроме 20-й? Значит, табличку перевода баллов я вам пришлю просто по почте, потому что наизусть я точно не помню. Там, я знаю, что последняя задача, 21-я, она очень дорогая, там чуть ли не 10 баллов. 20-я тоже дорогая, но где-то это порядка 85-ти. И я просто, вот кто у нас на рассылку подписался, да, кто еще не подписался, у вас будет такая возможность. То есть просто там подтвердите в письме. Я просто пришлю эту табличку, чтобы все могли это увидеть. Табличка 2014 года, результаты 2015 будут только после того, как вы сдадите ЕГЭ. Вебинары по физике. Значит, дорогие друзья, очень хорошо, если вы мне просто будете присылать заявки, что вы хотите еще. Физика, значит мы договариваемся с физиком, делаем по физике. Русский язык, вот мы давно уже готовим этот выпуск курса, очень надеемся, что будет в этом году. То есть если, например, по русскому, там по физике, по каким-то другим, да, мы все это можем сделать, просто присылайте ваши заявки. Где взять теорию? Если вопрос теория по С6, я скажу про теорию по С6. По С6 вообще всего очень немного. То есть хороших книжек по С6 я почти не видела. У меня в видеокурсе премиум, один из дисков премиума, там выступал не я. Вот этот диск, который называется Ключ к С6. В прошлом году мы проводили 4-часовой тренинг по С6. Вилл Игорь Вячеславович Яковлев, он автор книг для подготовки к Олимпиадам. Он занимается подготовкой к Олимпиадам. И вот он проводил тренинг Ключ к С6, где очень-очень много методов решения С6 как раз рассказывал. И мы сделали полную видеозапись. В этом году, вот 4-5 апреля, будет мой мастер-класс. Естественно, я постараюсь задачи не повторять, то есть давать другие. По С6 можно найти книжки на сайте Ларина Корянов-Прокофьев, сложные. Я больше все-таки предлагаю ориентироваться вот на этот курс Яковлева. Где вообще взять теорию для сдачи ЕГЭ? Я уже говорила, это мой сайт, пожалуйста. Если, кстати, кому-то нужно больше, те сайты, которые я уже говорила, у меня, значит, ЕГЭ-стазия, это теория. У меня там статьи по практически всем темам ЕГЭ. По многим там есть видео, по ряду там просто бесплатные видео. Если нужно все, не просто кусочки, а полностью, да, все темы, это мой видеокурс. Дальше. Решу ЕГЭ. Это не теория, это тренировка. Дальше. Ларин. Это сложные варианты и форум, потому что очень хороший форум. И рекомендую еще сайт для подготовки к олимпиадам, это matus.ru, сайт Яковлева, это олимпиады. Вот несколько хороших сайтов, на которых фактически все можно найти. Есть ли возможность пересматривать данный мастер-класс бесплатно? Да, есть. Ссылку на вашу теорию вот, пожалуйста. Поскольку часов занимаемся, большое спасибо. Сейчас, кстати, чтобы у нас ваше спасибо не пропало здесь у меня, на сайте EGStady.ru есть кнопочка «Сказать спасибо». И мы всегда очень рады, когда вы нам пишите, говорите спасибо, потому что я работаю не одна, над сайтом работает целая команда, и над выпуском видеокурсов тоже, естественно, не одна. Там у нас работает команда преподавателей, операторов. Поэтому всегда очень рады вашим отзывам, пишите. Поскольку мы работаем 2 часа минимум. То есть у нас вот на курсах занятия 2-х часовые, 120 минут. Меньше сложно. На интенсиве у меня больше. То есть мартовский интенсив у меня будет там С5, там по 3 часа занятия. С4, который 7-9 марта, там будет 6 часов с перерывом. Ну, пугаться не надо, мы то же самое делали в прошлом году. Там обед, пицца и все нормально. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что же, заканчиваем, дорогие друзья. Еще раз ссылочки можно будет, да? Очень рада буду вашим отзывам. Пишите, пожалуйста. И пишите, какие темы вам хочется увидеть на следующем уже длинном мастер-классе по подготовке к ЕГЭ. Это май, это 8 часов. Можно просто писать конкретные задачи, и мы их обязательно разберем. Всем всего доброго. Еще раз поздравляю с началом весны. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok